Продолжение следует... 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 Поэтому самая большая глупость это сейчас говорить о том, что эти технологии нужно просто-напросто запретить и уйти в какой-то каменный век. Это безусловная глупость. Что-то надо делать. Я скажу о некоторых направлениях деятельности. Мне кажется, что именно православное сообщество, именно русская православная церковь, как хранитель, знаете, я бы так выразился, как хранитель технологии вечности. Вот вдумайтесь в фразу технологии вечности или как хранитель технологии человекостроения. Почему? Потому что основная задача человеческой цивилизации, для этого не нужно читать, хотя и важно, и естественно первостепенно важно читать святых отцов, но можно, например, почитать даже светских философов. Более того, даже можно почитать философов-атеистов, даже советских философов, например, Зиновьева, Ильенкова и так далее, Мамардашвили. И то они ставят такой вопрос о том, что основная задача всей человеческой цивилизации это строительство человека. Это, скажем так, создание технологии человекостроения. Если цивилизация, запомним такую фразу, если цивилизация не решает педагогическую задачу, если она не решает педагогическую, она гибнет. В этом смысле даже приход Иисуса Христа, нашу грешную землю, можно рассматривать как педагогический акт. Представляете? Как педагогический акт. То есть он пришел сюда для того, чтобы что-то нам дать, научить, показать, и причем собственным примером. Высшая педагогическая идея. Вот все, что делает человек, подчинено педагогической идее. Абсолютно все. И в этом смысле, понимаете, вот у нас тут возникает вот такая вот иллюзия выбора с помощью современных информационных технологий. Ну, с чего бы хотелось, да, еще хотелось бы такую некоторую, может быть, как сказать, пример привести. Что такое современный человек и современное человечество с помощью, с современными, скажем так, с современными технологиями. Вот что это такое? Его можно назвать как бабуин с бритвой. Или обезьяна с бритвой. То есть, смотрите, обезьяна может что? Она вытащить палку, может, этой бритвой, может себе, может сама зарезаться, кого-то другого порезать. Понимаете? То есть, забегая опять же вперед, почему такое сравнение? Потому что огромное количество информации, невозможность разобраться в этой информации, огромное количество информации, ведет к чему? К неспособности различения. Вообще, это большой избыток информации, он убивает в человеке этику. Этика – это фундаментальная способность различения добра и зла. Потому что современные молодые люди, которые поглощены, которые живут в постоянном потоке информации, постоянный прием передачи информации, они не способны принять сложные решения относительно вот этого добра, вот этого зла. Более того, современный кинематограф. Более того, если вы почитаете современные статьи в интернете. Кстати сказать, современные статьи в интернете – это убийство русского языка. Так ведь? А что такое идентификация культуры? Вот если мы строим человека, человека должна быть идентификация себя, себя с каким-то культурно-историческим пластом, ощущение нации, ощущение родины. А что такое ощущение родины? Это какие-то определенные мысли, причем мысли долгие, так называемые. И мы забегая вперед скажу, ведь что формируют современные технологии? Они формируют клиповое мышление. То есть урывистое, вот как современный клип. Все же видели современный клип? Вот это мелкая-мелкая-мелкая нарезка. И вот этот избыток информации. Я, например, могу сказать, степень глубины погружения в материал. Ведь вы посмотрите, даже вы когда, я так обличительно, ну я и себя в частности обличаю, да? Когда мы смотрим, например, какие-то сайты, мы довольствуемся уже не прочтением полностью статьи, а заголовками. Мы бегаем по заголовкам. То есть степень погружения нулевая. И у нас получаются такие вот мелкие-мелкие урывки. А ведь посмотрите, для того, чтобы, скажем, представьте, вот Гоголь, для того, чтобы обдумать мертвые души, у человека должна быть так называемая длинная мысль. А весь человек, он состоит из этих длинных мыслей. Вот что такое ощущение родины? Что такое ощущение матери? Что такое ощущение своего рода? Да, вот мой отец там был тем-то, тем-то, кем-то тем. Он воевал. Что такое ощущение? Что такое в голове вот эти идеалы? Это длинные мысли. Вот представьте, это раньше человек вот он ходил, вот Гоголь, вот он вот ходил, и вот он думал, у него был внутренний собеседник, у него вот здесь шла очень сложная, у него были смысловые миры. А эти смысловые миры, они очень трудно-трудно создаются. Они не создаются переизбытком информации. Как правило, человек создает смысловой мир, вот погружаясь. Особенно меня удручает, сейчас вот мне часто пишут, вы так читаете лекции. Ну, я так читаю лекции без конспекта, потому что я этим страдаю, понимаете? Вот если кто-то, вот если кто-то, например, любит рыбалку, вот он любит рыбалку, он может по любви рыбалке говорить там сутками другому человеку. Ты понимаешь, вот здесь вот эту мормышку, а вот в зимний период, и вот он, понимаете, вот так вот. И они говорят, вы, наверное, обладаете техникой скорочтения. Нет, не обладаю, я медленно, мучительно читаю. Медленно и мучительно. Вообще русскую классику нужно читать медленно. Понимаете? Скорочтение, оно убивает что? Вот в частности, что интернет убивает? Ну, убивает русскую речь. Эти ошибки, эти примитивные обороты, он убивает вот эту поэтику, чувствование языка, понимаете? Вот это вот чувствование языка, вот эту вот внутреннюю мелодию, понимаете? а это мелодика речи, у нас уже меняется речь, вы никогда не замечали на, например, тренингах, я это слово не очень даже люблю, ну сейчас вот тренинги, да, или вот, к примеру, как ведут себя некоторые сектанты, особенно там, таких, ну я бы сказал там, севдохристианские, они вот выходят, и они по-русски говорят так, как будто не по-русски, да, приходите к нам, и мы откроем вам тайны, да, вот видите, да, абсолютно, вроде бы мы поменяли поэтику, вот видите, мы поменяли поэтику, вот мы поменяли, вот, скажем так, вот интонацию, и уже все, уже совершенно другое впечатление, а вы представьте, ведь никто же не регулирует, например, не проверяет на ошибки, никто не регулирует ничего, и поэтому современный человек, у современного молодого человека, даже у взрослого человека наблюдается абсолютно такой кризис недоформированной личности, что в принципе, вот здесь вот отражено в названии кризис антропологии, антропологический кризис человека, а ведь если есть кризис, он может перерасти в катастрофу, и что с этим делать, и что с этим, и безусловно, молодежь, она говорит, какая церковь, какая, о чем вы говорите, почему, они, а что такое церковь, вот представьте, кто из вас вот к Богу пришел, когда он был взрослым человеком, и у него была какая-то мысль, и он ходил, он много лет что-то обдумывал, правда, да, вот в голове крутилась какая-то мысль одна, вот как сейчас у современного молодого человека будет крутиться эта мысль, если такой информационный шум, просто-напросто мы создаем большой-большой информационный шум, и вот опять же, что с этим делать, вот что с этим делать, как дать человеку нечто, вот какую-то вот, понимаете, вот эту вот поэзию действительности, да, вот как человеку дать возможность почувствовать через вот эту вечно-бытовую сферу, вот, вот она вечно-бытовая сфера, да, вот она человеку ближе всего, как ему возможно дать почувствовать ощущение вечности, вечной природы человека, это, пожалуй, самое сложное, это высшие гуманитарные технологии, безусловно, это технологии, которые, ну, я так примитивно, конечно, говорю, технологии, это те технологии, которым должна, должен владеть каждый христианин, я сразу забегая вперед, скажу, нам, мы первые должны быть в этом, и первые во всем, и в науке, потому что нам сказано, будьте хитрые, мудрые, как и змеи, первые, кто должен быть, не знаю, там, самые-самые люди в науке, это должны быть православные люди, потому что мы науку отпускать не должны, но мы тоже об этом поговорим, потому что у нас наблюдается страшный кризис, у нас науки до сих пор делятся на гуманитарные, естественно, технически, забегая вперед, Да не забегаю, я уже вперед так скажу. Вы думаете, природа, она изначально упорядочена или она упорядочится по мере открытия нами законов природы? Она изначально упорядочена. И мы науки делим, вот мы науки делим для того, чтобы нам было, скажем так, удобно изучать, ну скажем так, я как верующий человек могу сказать, замысел Творца. Творца было удобно изучать замысел Творца. В этом отношении даже Ньютон, когда он открывал какой-то закон, он восклицал, наконец-то я еще понял, я еще понял промысел Творца, промысел Божий. Я еще понял на какую-то маленькую частицу. Представляете? Вот так вот говорил Ньютон. Ну, собственно, я сейчас перейду к основной части, да, я буду много там рисовать и показывать. Значит, все заключается в одном. У человека есть две сферы, мы вообще человека будем рассматривать в двух сферах. Вот есть для того, чтобы нам структурировать. Вообще методология моей мысли, она зиждется на системном подходе. Системный подход, ну это фактически теория систем, теория управления, теория информации, это академические теории, на которых фактически познает наука весь окружающий мир. Вот человек фактически, он существует в двух сферах. Вот это вот объектно-такая бытовая сфера. То есть это вещи человека, это вещи человека, это еда, например, да, это вот его комната, его кровать, его автомобиль. И вот он взаимодействует, он взаимодействует с этими вещами. И другая сфера, огромная, это ее можно назвать так, это метафизическая сфера, сфера метафизики. Вот если это физика, да, то есть это человек, вот, например, он подошел к горячей плите, тронул и обжегся. А это сфера метафизики. То есть то, что за пределами физики. Иначе сфера высших смыслов. Ну, не буду говорить, высших смыслов. Вот что здесь? Здесь находится культура, здесь находится история, здесь находится искусство, здесь находится, в частности, наука. Но все, но очень, здесь находится представление о смерти человека. Это есть такие философские категории, философская категория здесь, и философская категория там. Это еще пошло с первобытного мышления человека, когда человек, вот, собственно, отделял. Вот там, вот он говорил, да, вот там вот находится что-то страшное, или вот понятие у греков, айкуменный, за пределами айкуменный. И вот, если брать развитие человека, да, вот на определенном, на определенной линии истории, говорят, например, премодерн, модерн и постмодерн, то, к примеру, человек еще премодернен, и он преимущество, вот я вам задаю вопрос. Вы спрашивали, да, кстати, вот здесь вот метафизическая часть, она фактически подчинать чему. Потому что, кто родил культуру, фактически, да, соответственно, искусство и так далее. Вот здесь вот огромную роль играет религия. Почему? Потому что она в себе систематизирует и объединяет представление о вечности, она объединяет представление о смерти, да, вот она все это объединяет, об истории, она все это объединяет. Здесь вот находятся, кстати, идеалы, герои, вот здесь все находятся. А теперь представьте себе, скажите, пожалуйста, где должно находиться сознание человека, вот так вот, вынесем, выскорки, сознание человека, где должно находиться, вот здесь или вот здесь? Она должна находиться вот здесь И вот история Вот человек вот здесь вот Раз Даже вот здесь вот человека возьмем Первобытного вообще Мы будем пользоваться Знаете, такой ползучей наукой Беном Ньютона Вот здесь вот, например, возьмем Запомните В истории В антропологии истории Было исследование Ну, например, Джен-Журс Фрезер к нему относился Там и Турхирдал у него есть очень интересный По этой тематике рассуждения Пытались Когда собирали систематизировать информацию О всех племенах на земле Вообще, о всех племенах на земле Там от племени Дагонов, Кичуа Там Масаев Абсолютно все вот собирали, да И всю информацию Оказалось, что на земле нет ни одного Наверное, вам это говорят Нет ни одного атеистического племени Вообще У всех племен есть очень сложное представление У них вообще-то у всех есть представление О каком-то загробном мире И сложное представление о космогоническом Таком формировании этого мира Вот очень сложное Соответственно, представьте себе Вот сначала Вот сознание человека Оно находилось вот здесь И оно находилось совсем вот здесь А потом, когда человек А это что значит? Вот что мы нарисовали? Это фактически Вот здесь еще научно-технического прогресса нет Палку или биту из кости Еще нельзя назвать научно-техническим прогрессом Научно-технический прогресс Это создание некой параллельной технической системы Вот здесь вот начинается Вот уже в модерне Начинается создание технических систем Сложного оружия Что это значит? Это значит, что мы Вот здесь, ради создания вот этой системы Мы как-то изменяем общество А как у нас изменилось общество Человеческое, когда мы стали делать Когда появились фабрики А очень просто Просто христиане стали переходить, жить сразу, что? В города И это что изменило? Это изменило сознание человека Это изменило быт человека То есть куда пошли воздействия? Они пошли вот в эту сферу Да? И появились так называемые социотехнические системы И вот здесь вот наука стала как бы параллельной Опорой к жизни человека Она стала все более и более включена То есть наука шла вот так вот И дальше вот Она уйдет сюда вверх То есть если говорить о наступлении Даже вот здесь вот, наверное, вот так О наступлении эпохи постмодерна Которую, кстати, сказать Мы не должны допустить Потому что эпоха постмодерна Это то, что должно завершить Антропологическую катастрофу Фактически И, ну, я бы так сказал Уж совсем откровенно Это фактически наступление эпохи Социотехнического зла В полном смысле этого слова Ну, мы сейчас потихоньку об этом будем с вами говорить Окей, смотрите Вот здесь вот было, да, сознание человека И смотрите, откуда оно дрейфовало Дрейфовало, смотрите Вот из этой части оно дрейфовало вот сюда Я вот хотел бы сейчас вот показать Ну, вы уже, наверное, догадались Знаешь, что у некоторых сознание находится абсолютно здесь У некоторых еще вот так У некоторых уже приблизилось У некоторых вот так вот То есть здесь люди абсолютно поглощены Например, вот эти люди Они абсолютно поглощены чем? Вечно бытовыми отношениями И это абсолютно создает их мир полностью Но! Почему этого не происходило раньше? Потому что человек Вот, например, в деревне Почему деревенскому человеку легче пойти в церковь, чем в городскую? Потому что он постоянно соприкасает Или потому что у него всегда присутствует трудность Есть такое слово, труд Причем есть в двух понятиях Это внутренний трудовой акт И внешний трудовой акт Вот что такое внутренний трудовой акт? Это фактически, когда человек Что-то понимает вот в сознании Он что-то понял И вот это вот очень Он что-то осознал Он приобрел какие-то новые свойства И, скажем так Это все сопряжено с внешним трудовым актом Почему? Потому что когда человек, например, заболел Или человек сделал какую-то вещь Он научился чему-нибудь, да, вот физически И у него произошли изменения, например, в сознании Вот в педагогике очень важно Соединить вот как раз вот Вот внутренний трудовой акт С внешним трудовым актом Чтобы они были как бы когерентны Чтобы они были слитно соединены Кстати сказать Могу сказать, что в человекостроении Можно назвать Знаете, что ребенку очень полезно делать Вот Когда его начинают активно учить Который соединяет внутренний трудовой акт И внешний трудовой акт Знаете, нет? Кстати, в школах это убрали абсолютно сейчас Это Сейчас это называется каллиграфия Раньше называлось чистописание То есть когда ребеночек берет И что он делает? Он начинает выводить символ, да? А что такое символ? Вот это вот внешний трудовой акт И вот осознание этого символа Это что? Происходит внутренний трудовой акт Потом он сначала просто Он отчужденно это все вырисовывает Он отчужденно вырисовывает, вырисовывает То есть он создает вот что-то, да? Происходит процесс Знаете, с чем это можно сравнить? Вот этот вот символ Это можно сравнить Вот если уходя вот сюда в историю, да? Вот я бы даже хотел визуально это увидеть Вот, ну, не знаю Не даст нам, наверное, Господь подобного, да? Машину времени пока создать Вот представьте вот Увидеть как Вот представьте, где произошел Первый внешний вот этот трудовой акт И внутренний трудовой акт Вот человек в человекостроении, да? Вот представьте, какое принятие решения было Вот сидит вот этот человек И вдруг вот его ребенок И вдруг он берет Чашу с размоченной глиной Или чашу с кровью Там быка только что убитого Подходит и начинает что? И он начинает рисовать Почему? И на это смотрит ребенок И вот начинает рисовать То есть что? Он начинает создавать некие абстракции Почему? Абстракция Это единица фактически мышления Вот эти ряды абстракций Они В них, в частности Скажем так Они соединены с культурой И с историей И так далее И через это можно человеком управлять Так вот А теперь представьте себе Человек, который находится в деревенских условиях Он каждый день вынужден что? Он каждый день вынужден трудиться И этот труд заставляет его что? Думать Кстати сказать Есть очень интересный момент Ну я, по-моему, говорил Это раньше там в лекциях О том, что у нас есть такой в Петербурге Профессор Слезин Он доктор биологических наук И он делал исследование головного мозга городского ребенка И головного мозга деревенского ребенка На предмет когнитивных способностей Способностей к познанию И вы знаете, чем мозг оказался сложнее? Ну вы понимаете По постановке вопроса уже очевидно Деревенского А почему? А вот как раз мы переходим К научно-техническому прогрессу И к информационным технологиям Вот представьте себе Вот мозг, например, городского ребенка А вот деревенского У нас есть каналы поступления информации Ну их много Вот смотрите, приходит городской ребенок домой Садится за телевизор, за компьютер Смотрите, сколько у него работает каналов Раз И два Слуховой и какой? Зрительный Ребенок деревенский приходит домой И мама его говорит Ну-ка иди свиньям почисти, дай Он идет У него раз работает Два работает Нос работает Тактильно работает Еще отец подошел, пинка дал Еще у него заработал Понимаете? Вот это вот А это что такое? А вот это вот дискомфорт Вот это дискомфорт называется Первый постулат в теории систем Вот система выживает только тогда То есть она выживает только когда Система, вот если мы говорим Вот это система Система всегда убегает от равновесного состояния Она всегда убегает от него От равновесного состояния Вот как только система живая Чувствует равновесное состояние То есть когда у нее здесь происходит Знаете, как это называется? Называется гармония Гармония. Иначе. Иначе я вот так объясню. Смотрите, если вы вдруг сравняетесь с своей внутренней температурой с окружающей температурой, это значит, что вы мёртвы. Поэтому система живая, она всегда убегает от равновесного состояния. Она всегда бежит в неравновесное состояние. Потому что неравновесное состояние, вот это неуспокоение. Иначе, смотрите, в Святом Писании, я не такой большой специалист в Святом Писании, я так знаю, знаете, как христианин, обычный стандартный такой христианин. Нам сказано, да, самый страшный грех, один из самых страшных грехов, это быть каким? Теплохладным. Фактически, это когда человек не донесёт, вот такая система, она ничего не делает. То есть иначе вот это неуспокоение. То есть иначе это убегание от комфорта. То есть основа человекостроения это убегание от комфорта. То есть комфорт надо запретить, прежде всего внутренне. И мне, кстати, сказать вопрос ко многим, ну скажем так, некоторым течениям восточным. Мы должны достичь полного комфорта сознания, полного равновесия, да? Полного успокоения. Мы должны растворить свою личность. У меня один вопрос. Скажите, а мы что уже, энтропию победили? Энтропия — это мера хаоса. Мы что, вот всё уже победили? Нет? А зачем тогда мы это делали? Соответственно, посмотрите, вот здесь вот мы как бы двигаемся. А теперь представьте, как его мозг вот здесь развивается, у деревенского ребёнка, и вот здесь. Единственное, чем не обладает деревенский ребёнок, это те системы терминологии, которому городскому ребёнку, естественно, в школе дают. Но для решения сложных когнитивных задач мозг деревенского ребёнка более приспособен, нежели чем городского. В этом смысле наша армия доблестная, российская армия. Именно говорю доблестная, как надо, доблестная. Между прочим, вы знаете, как набирают солдат, ну не солдат, вот приходит, например, какой-нибудь офицер войскового спецназа, и как он набирает себе вот... И он набирает как раз деревенских мальчишек, вот таких вот невысокого роста, таких жилистых, из деревни. Почему? А они легче поддаются обучению. То есть, к чему мы должны стремиться? Мы должны стремиться к тому, чтобы человек постоянно находился в таком вот неравновесном состоянии, но у него была какая-то цель. Относительно, кстати сказать, конкретно, зари средств массовой информации, когда Геббельсу показали первое телевидение, а между прочим, вот если вы программную сетку сейчас откроете, то вы знаете, что всю программу передач сформировали ещё немцы. По-моему, там год какой-то сороковой и так далее. Это всё у них было. У них были вот эти первые телевизионные передачи. И вы в курсе, что, например, первый телевизионный сигнал, улетевший с планеты нашей, вот если есть инопланетяне, они первый сигнал, знаете, какой поймают? Они поймают трансляцию телевизионную в 1936 год выступления Гитлера на Олимпиаде. Представляете, какой ужас. Да, это первый телевизионный сигнал, который улетел с планеты. Так вот, когда Геббельсу показали программу передач, а там были уже программа «Утро», программа для детей, всё это было. Геббельс это посмотрел, с ужасом сказал. Так если это давать немцу, ему больше ничего не надо. Он превратится в чистого домоседа, и он не сможет ничего великого создать. Ему больше ничего не надо будет. И дальше пошла идея. Вот это надо на оккупированных территориях сделать. Вот представьте, да, чтобы вот это ощущение комфорта. От чего они убегали? Они убегали от ощущения комфорта и ложной защищённости. А теперь смотрите, вот здесь вот начинает расти научно-технический прогресс. Вот он вырастает, вырастает, вырастает. Но на каком-то этапе происходит естественное, ну оно фактически происходит, естественное рассоединение. Сначала он был, скажем так, достаточно един. Сначала вот здесь вот не было никакого противоречия между наукой и техникой. Ну сначала естественно-научными дисциплинами, то есть техническими и гуманитарными. Иначе, ну например, представьте, вот если мы вот здесь вот все где-то точку возьмём в премодерме. Вот здесь вот, вот звездочок, он же философ, он мог сделать и порох. Так ли? То есть было некоторое единение. А потом, когда появились, например, уже учёные математики, химики выделились, вот здесь вот оказалось, появились богословы и философы, и у нас здесь появилось два течения, гуманитарные науки и технические науки. И между ними на сегодняшний день наблюдается такой страшный антагонизм. Вообще, почему и зачем? Ну, во-первых, мы столкнулись, кстати сказать, с проявлением негуманитарных наук. Вот, например, когда Лаплас Наполеону, знаете эту историю? Нет, Лаплас Наполеону объяснял устройство Вселенной. Наполеон подошёл, и Лаплас ему математик долго объяснял, всё потом объяснил, и Наполеон с восхищением сказал, а где же здесь Бог? Знаете, что ответил Лаплас? Нет? Знаете? Нет. Я не нуждался в этой категории, объясняя Вселенную. То есть, когда Наполеон пришёл к нам в Россию сюда, и когда они смотрели, как несут смоленскую одигитрию, и когда все падают, да, причащаются, испоются, поют хор, знаете, как они всё это воспринимали? Они всё это воспринимали как проявление фанатизма. А теперь логика, да, почему они в храмах устанавливали конюш, не делали такое вот неуважение, небрежение. То есть, вот это фактически осознание мира вот в этом вечном бытовом устройстве. Но, тут ещё не ясно, а почему же вот информационные технологии так сильно влияют? Это ещё, скажем так, пока вам отдалённо непонятно, да? И теперь смотрите, что происходит. Соответственно, сформировались гуманитарные науки, сформировались и технические науки. Технические науки вырвались вперёд, почему? Потому что человек, естественно, всегда, супротив вот этому, он куда стремится? К покою, да? Чтобы ему было тепло, чтобы ему было не скучно, чтобы... Ну, хлеба и зрелища, в общем, да? Рим никто не отменял. Падший Рим никто не отменял. Да, и Египет в том числе. Значит, и вот человек, вот он стремится к некому комфорту. И вдруг наука ему начинает давать этот комфорт. Вот здесь вот развитие технических наук, да? Фабрики, производства, автомобили. И вдруг, вот это, кстати, очень хорошо описал Станислав Лен в сумме технологий. Значит, вот здесь вокруг человека есть очень много угроз. Болезни, холод, голод и так далее, такие угрозы. А наука, она это брала и закрывала бреши. Вот эти вот. Она ему дала микроволновочку, посудомоечную машину, такую машину там, стиральную. Вот это, вот это, вот это, вот это. У меня бабушка всегда говорила, чего вы ругаетесь? Смоленск, деревня Петрополь, она смолянка, переложила войну. Деревенская женщина. Она всегда говорила, чего вы ругаетесь? Вот она говорила, у вас чайник сам отключается. Ну, она так говорила, чего вы ругаетесь? Чайник сам мой, это его отключается. Вот его к телевизору идти не надо. Вот сидишь и вот... Вот она абсолютно не понимала. Вот как? Вот у вас же все уже есть. Чего вам еще надо? Понимаете? Абсолютно нормальный человек. И вот смотрите, наука, она закрывает вот эти бреши. То есть что она создает? Она создает технологический кокор. Мысль Лема в чем была? Он в 60-х годах написал эту философскую ссорь. И он сказал, смотрите, вот сейчас, где-то в 60-х годах, человек еще интересовался наукой. Он бредил космосом, да? Помним? Он уважал астрономов, физик это был, знаете, как такой... Вы физик, вы кандидат, кандидат, доктор наук, это все. Это не божитель был, да, доктор наук. А теперь надо смотреть. И Лем вдруг говорит, подождите, пройдет немного времени, и человек лет так и до через 30-40, он будет презирать науку и не будет ей интересоваться. Лему говорит, дурной. Не такого не будет никогда. А Лем что? А он сказал очень просто, когда наука закроет вот эти все технологические бреши и создаст внутри вот этот вот вечно бытовой, что? Хаос. Комфорт. А скажите, пожалуйста. Нет, это не хаос, это еще такой достаточно... Это комфорт, можно сказать, да. Смотрите, а знаете, почему человек вот здесь был? Потому что вот на этом этапе, вот на этом этапе человеку приходилось как-то себя успокаивать, свое сознание. Вот ему было холодно, да, или урожай не взошел, да, урожай, например, не взошел. И человек это должен был как-то объяснить. И как он это объяснял? Он объяснял это вот здесь вот, так ли? Я, может быть, загрешил, может быть, еще... Но когда, кстати сказать, появилась вот эта вот кризиса религии? Религия не успела отреагировать. Почему? Потому что вдруг наука стала очень быстро развиваться, и она вдруг стала объяснять, что вот молния — это вовсе не Бог. Это вот просто электричество. Понимаете? Это, я не понимаю, это подтверждение или мне предупреждение? Дальше. Значит, а то, что у него урожай не взошел, так это засуха, да. А то, что вот дождь можно там предсказывать это все, да, там прогнозировать. И наука вдруг выработала такой язык, а религия она просто не успела объяснить. А вот потом, вот, например, на заре там 40-х годах, тире там 60-х годах, да, вдруг с появлением квантовой механики, когда Макс Планк, да, квантовую физику, и вдруг с появлением теории систем, вдруг с появлением синергетики, да, вот здесь вот кризис, вот религия не поменяла свой язык, она не успела, она не успела адаптировать вот эти сложные, сверхсложные гуманитарные системы, да, для, причем, которую можно назвать технологией вечности, да, она не смогла их адаптировать, не смогла включиться вот в этот диалог между наукой. А тем более человек, вот простой человек, обыденный, ему важно вот, пощупать, вот, вот. Для того, чтобы разбираться вот здесь, вот здесь вот разбираться, вот в этой системе, и жить, вот чтобы была вот здесь вот эта вот жизнь, вы представляете, какой образованности должен быть человек? Либо этот человек должен жить в деревне и постоянно сталкиваться с трудностями, и эти трудности гонят его куда? К объяснению непонятного, так ведь? Либо он должен быть очень высокообразованным. Кстати, сказать, вот еще один интересный момент. Вот, смотрите, если мы нарисуем, вот человечек только что там родился, да, скажите, пожалуйста, вот здесь вот ему 30 лет, и вот он стал математиком, там, кандидатом математических наук. Какие науки? Ну, прежде чем стать математиком, да, и он должен стать каким-то человеком, личностью. Скажите, пожалуйста, какие науки здесь формирует человек? Технически или гуманитарно? Педагогика, психология, русский язык, история, литература. Вы понимаете, что презрение к гуманитарным наукам это фактически самоубийство цивилизации? Фактически. Я раньше думал, хорошо, я так наблюдал, как вот, значит, сначала появился первый айфон, потом второй айфон. Я раньше думал, ну ладно, ладно, это сейчас вот это, но люди же начнут читать, наверное, люди начнут что-то делать. Оказалось, нет, они вовсе не стремятся повышать свой уровень в области гуманитарного образования. Так вот, и здесь появилась вот эта вот разница. Только потом наука, когда появилась уже синергетика, например, да, или вот опять же квантовая физика, вдруг наука на механистическом таком, если так условно быть уровне, она сказала, что, ну, подождите, так мир действительно не просто так произошел. То есть, оказывается, вот здесь вот наука была в четком противостоянии с религией, да, говорили, да, ой, вы там мракомест, а вот тут вот сейчас наука вдруг задает вопросы. И вот здесь вот на этом разладе, вот на этом разладе, да, произошел вот этот кризис. В частности, в СССР этот кризис был вообще очень страшный. Помните спор между физиками и лириками? Если вы хотели сделать сложный, долгий проект, сложный, долгий, особенно человекостроительный проект, первая задача, чтобы у вас в сознании, вот в сознании не было так называемого разделения, когнитивного диссонанса между науками. А что значит? Вот как раз вот эта вот конструкция, да, вот здесь вот сначала формируют человека в гуманитарной науке, а вот здесь уже человек становится химиком, физиком, биологом. Вот это и есть соединение двух наук. Сначала мы должны построить кого? Человека. Хотя бы личность какую-то сформировать. Личность. А потом дать ему возможность заниматься ядерной физикой. Иначе что получится? Террорист. Ну там тоже сложная система у них, да, но тем не менее. А сформировался вот этот вот когнитивный диссонанс, вот спор между физиками и лириками. У меня вообще подозрение, что его сделали специально, то есть рассоединили. И даже в СССР, например, была такая, была такая, например, говорили так, что статья без формул это вообще не наука. И даже философы умудрялись какие-то формулы писать. Понимаете? Вот они умудрялись какие-то формулы писать, я помню, вопрос о философии просматривал. И вот там и были какие-то формулы. То есть чистая такая гуманитарная наука, говорящая о сложных мировоззренческих системах, мировоззренческих системах, она перестала работать фактически. То есть вот и появилось, скажем так, создание как бы двух противостояний. Объектно-вещевой айгумены, да, и с вот этой вот метафизической. То есть фактически их включили в такое противостояние. Теперь дальше что происходит? Значит, вот здесь вроде бы замечательно, но как бы наука уже техническая поставила вопрос, а что, собственно говоря, то есть мир не произошел просто так, но уже в каком-то смысле поздно. Почему? Потому что случилось самое страшное. А страшное случилось больше. Дело в том, что вот это вот так вот развивался человек, вот так вот развивался человек, а вот так, ну это вот время развития, вот это степень. А вот так вот развивались науки, технологии. Вот смотрите, сначала, например, человек, вот это были механические какие-то средства, вот здесь вот паровой двигатель, вот здесь вот уже, например, двигатель внутреннего сгорания, вот здесь вот станок уже произведен, да, вот здесь вот произведен самолет, вот реактивный, вот так вот так вот, а вот здесь вот уже что происходит? Здесь происходит появление так называемых компьютерных технологий. Почему? Смотрите, простой человек, он не то, чтобы некоторые люди вообще не умеют пользоваться, скажем так, вы знаете, да, что пожилые люди, они, например, не особо умеют пользоваться планшетом, да, то есть они как бы отчуждены от этого. Но в чем еще заключается отчуждение? Оно заключается в том, что вы попробуйте молодого человека простого спросить, а как работает планшет? Ну вот я, например, кто сюда поставил вот эти вот прелестные диктофоны? Я спрошу, а ну-ка, объясните мне, как цифруется звук? Как происходит вот переход аналоговой стадии, да, в цифровую, как это происходит? И он не знает. То есть фактически для вас это магическая коробочка, да? А-а-а, то есть смотрите, вот здесь вот мы, смотрите, до чего доходим. То есть, посмотрите, оказывается, вот здесь вот человек, он вот это вот все, вот эту метафизику представлял еще не как религию, да, не было такой системы. Здесь было такое магическое восприятие, магия. Или иначе это все называлось мифологическое мышление. Мифологическое мышление. Что такое мифологическое мышление? Мифологию, мифологическое мышление уничтожила религия. Когда пришла религия, она поставила главный вопрос, хорошо или плохо. Вот религия, например, религиозные догматы, они ввели в человеческую жизнь, человеческое сознание, этику. Вот достижение религии в гуманитарной действительности, вот прежде всего. Это что? Это вот когда вот здесь человек начинает мыслить категориями хорошо или плохо. А в мифологии, в мифологическом мышлении, например, в античности, не было такого понятия хорошо или плохо? Или оно было на таком зачатке, наше сознание? Очень просто объясняю. Ну съел Сатурн своих детей. Ну съел. Ну кто-то спрашивает, это хорошо или плохо там. Там кто-то задается этим вопросом? Нет? Не задается? Нет? Ну украл Зевс Европу. Но я не буду объяснять, что дальше он там делал. Никто же не задается вопросом, хорошо это было. Как это в бытовой сфере было? В бытовой сфере это было очень просто. Мама могла отправить, например, своих сыновей на, не знаю там, на соревнования. Один сын там проиграл. Она в расстройстве могла его убить. И никто маму бы не осуждал. А вот здесь, а теперь представьте. Значит, скажите, пожалуйста, а как вот здесь вот молодой человек теперь, отчужденный от этого восприятия и воспринимающий свой планшет фактически как магию, как сейчас воспринимают вот этот планшет? Вот эти сети, они что, вы что думаете, они реально понимают, что вот Google, это вот некий искусственный интеллект, когда вы просто набираете в поисковик Google, это фактически работает искусственный интеллект. Вот. И вы думаете, это все вот так вот они механистически воспринимают? Вы знаете, это Артур Кларк фантаст написал. Он сказал, что если не учить человека, то, то есть не повышать образовательные ценности, то что происходит? Он начинает технологии, это, например, знаете как, вот представьте, мы слетали на машине времени и привезли сюда Пушкина. Вот привезли сюда Пушкина. И идем с ним по Москве. Зашли в кафе. И он вас видит. И вы там растираете свой потожир по стекляшке так. Значит, да? Вот так растираете, да? И он видит, знаете, ваши лица озарены таким, знаете, сиянием. Там какие-то картинки мелькают. И Пушкин, ну, во-первых, у него будет культурный шок. Во-вторых, он у вас всех по умолчанию начнет, какие вы все умные, вы управляете такими вещами, да? Но вопрос к тому, что Пушкин знал несколько языков, он мог там, да, рифму извлекать, он мог описать свои любые состояния. Понимаете, да? Что-то он знал историю. Он на самом деле, мы тупые, а это он умный, да? И он как эту будет стекляшку воспринимать? Он ее будет воспринимать как что? Ну, я не буду. Он ее будет, свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, да? Такой надкусанной яблочкой только катается, да? Вот. Всех румяний и белее. Так вот, он будет это воспринимать фактически как магию. Я вот своим студентам много раз говорю. Я говорю, хотел бы я на вас посмотреть, когда вас резко, знаете, сейчас фильмы такие есть, берутся времен человека и в прошлое. Да, там, в какие-нибудь средние века. Я говорю, с вашим планшетом во времена инквизиции. Вот, вас поймали. Я говорю, и вас будут допрашивать. Скажи нам, именующий себя Петр Александров, как работает это изделие, по нашему подозрению, являющееся ничем иным, как способом связываться с сатаной. Видите, даже я такую обвинительную, видите, такую интонацию употребляю. И вдруг вы смотрите, а вы вдруг смотрите, и вы так, крайне глагол, Галилей. Вы так, Галилей! Так, помоги! Понимаешь, вот тут меня... А Галилей же он там что-то там представлял, все-таки хоть какой-то зачаток ученого, да, там, да? Он о чем-то же думал, да, когда там говорил о том, что она вертится. И вот Галилей так смотрит, действительно, да, такое можно, можно изобрести. Только для того, чтобы мне тебя защищать, ты мне расскажи, как она работает. Как она устроена. И вы так, ах! А фактически что вы можете рассказать? Она работает, потому что я время от времени беру шнур, вставляю в стенку, она заряжается. Понимаете? То есть это страшно, это фактически чуждение. То есть для вас сейчас еще пройдет пару поколений, и вот этот вот разрыв, а что это такое, вот этот разрыв? Вот здесь вот кто-то будет обеспечивать вот эти технологии. Это какая-то группа людей. А другая группа людей, это будут кто? Это будут простые что? Потребители. Потребители. То есть это что, это каста новая? Это что, каста инженеров, а остальные все, это кто? Вот вы. Чем? Да? И все. И смотрите, что происходит. А фактически они превращаются в некую касту жрецов, которые производят магические технологии, да? Такое. Вы знаете, это фактически напоминает уже такое Средиземье какое-то, знаете, да? Вот какие-то... И воспринимается как магические технологии. Соответственно, убивается... А теперь представьте, вы с этих магических технологий, вот с этих вот магических... Имеете разные степени посвящения. Вы понимаете, что это все сейчас конструируется как некий какой-то магический орден? Вот всеми теми пользователями, да? Вот я так... Я это говорю как человек, много изучавший оккультные науки. Да. Теперь смотрите. Ведь кто-то зарегистрировал на каком-то форуме, кто-то не зарегистрировал. Понимаете, у вас есть степень внутреннего посвящения куда-то, да? У каждого какие-то свои общества, вот так вот. Вы вот в какой-то информационной сфере вот так вот копаетесь. Тем более скорость отмена информации такова, что сути вы ее абсолютно не знаете. Более того, теперь представьте себе, возьмем длинный текст. Есть в интернете понятие, ну как бы проблема. Проблема третьей вкладки она называется. Ну, я надеюсь, что... Я во всех этих вузах, в принципе, так говорю. Ну, у вас, наверное, проблема восьмой вкладки. Почему? Что такое проблема третьей вкладки? Вы открываете текст, вы смотрите 12 вкладок. Вы открыли первую, читаете, 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 вторую, читаете, третью, читаете, читаете, читаете. А четвертую уже не открываете. Понятно? То есть восприятие длинного текста. А это что? Представьте, вот в этом тексте показано сложное... Вы же читали, да? Сложный губернаторный текст. Или, например, сложная философская мысль здесь отражена. Вот для того, чтобы ее понять, это надо очень долго, медленно, вот так вот читать. Очень долго. Скажите, пожалуйста, это вообще предполагает вот этот вот обмен информацией? Никто уже долго, медленно не читает. Для того, чтобы долго, медленно читать, это в сознании должно быть особое, вот здесь в сознании, это особое должна быть, как бы, ну, скажем так, рельмика мыслей, которую никто не задает. Ее течение жизни вообще не задает. И у человека появляется поверхностное образование. Значит, что получается в результате? Фактически, человек современный, он отторг вот эту вот метафизику, вот эту метафизическую область. И сейчас он живет практически только здесь. Но ему, ему, человек не может так жить, только в бытовой сфере. Человек всегда что-то чувствует. А ему взяли и сделали псевдометафизическую часть. А вот эту псевдометафизическую часть, вот кто угадает, как она называется? Эта метафизическая часть, в частности, ее очень сильно оторгивает интернет. И фактически его можно назвать «интернет». То есть фактически, понимаете, вот что такое современные цифровые технологии? Это фактически убийство все, ну, как бы, чувствование бесконечности. Как бы человеку появляется такая иллюзия в увлеченности в производство информации. Понимаете? Внесение каких-то изменений. Ну, например, вы представьте, как сейчас, например, переживают девушки, когда мальчик прислал смс-ку и не поставил пару смайликов. А, я вот вижу уже кто-то, да, уже кто-то столкнулся, да, с этим? Или как? Он мне поставил лишь один смайлик, это же какой-то кошелек. Понимаете? Вот это вот. Или, например, я вывесила фотографию, да, и это ничтожество не поставило лайк. Как это так вообще? Что это такое? Или как люди радуются, кстати, это уже из статьи психиатров. Между прочим, как люди зависимы от этих лайков. Представляете? Как они радуются, причем они испытывают радость. Я подчеркну, они испытывают радость даже большую, чем, извините, от любви. Даже большую радость от постановки лайков они испытывают. Значит, и вот здесь появляется вот эта псевдометафизическая часть. Вот она появилась. Но, а что еще входит в псевдометафизическую часть? Это так называемая, вот, например, здесь есть объект. Вот представьте, вот у вас есть объект, и этот объект вот в смартфон. А теперь смотрите, что происходит с этим объектом. Вокруг него вдруг, вот этот объект, вокруг него здесь создают легенду. Какую? А этот объект не просто так появился. Был такой человек, таинственный-таинственный, и звали его Стив Джобс. И жизнь у него была, понимаете, новый апостол, считайте. И жизнь у него была таинственная-таинственная. И он был очень необычный-необычный. И гараж какой-то, понимаете, они делают. И так вот вам создают новую метафизику. Я могу всех уже поздравить. Она создана. Новая метафизика. Голливуд ее поддерживает, безусловно. Вот она. А вот этой вот уже фактически нет. Следующая стадия, следующая стадия, это вот то, что я назвал. Это вот стадия постмодерна, и ее одна из ее технологий, трансгуманизм. Значит, что еще произошло? Что еще? Да, смотрите. Вот эта вот вилка, вот эта вилка называется. Вот это и есть антропологическая катастрофа. Смотрите. Более того, человек перестал, он утерял инерцию развития. Понимаете? Сейчас вот развитие идет вот так. И вы это видите очевидно, так ли? Почему? Потому что, еще раз повторяю, человека сначала созидают, или иначе я задам вам очень простой вопрос. Вот здесь вот учебные заведения, да? Учебных заведений всегда встает один вопрос, страшный такой вопрос. И педагоги, как правило, делятся на две части. Вот две педагоги. Значит, смотрите. И начинается спор между педагогами. Потому что в педагогике этот вопрос звучит так. А чему учить? Вот попробуйте ответить на него. Знанию или пониманию? Большинство склоняется к пониманию. Если пониманию, это еще раз, гуманитарная наука это номер один. Их это вообще трогает, нельзя. Их нужно только развивать. Понимание? То есть человеку создается некое состояние сознания, да? То есть создаются некие долгие мысли. Иначе человеку, ну, если очень быстро, так, очень небольшую часть из человекостроения вам привести. То есть, вот что такое сознание человека, да? Вот сознание. И смотрите. Человеку формируют смысловые миры. Вот что такое, например, Чехов? Чехов — это целый смысловый мир. Что такое, например, не знаю, там, тот же самый, там, Достоевский, да? Это целая смысловая вселенная. Георгия — это смысловая вселенная, да? Томас Манн, не знаю, вот эти мировые писатели. Это целый смысловый фильм. Или иначе там Тургенев, отцы и дети, тоже целый смысловый фильм. Это что значит? Это целые миры и системы смыслов. А знаете, как они раньше формировались? Урок литературы. Дети все прочитали, отцы и дети? Да, Мария Ивановна. Так, Петров, скажи, пожалуйста, в чем заключался смысл конфликта Базарова? Он вставал. Ну, смысл конфликта Базарова? Вы помните, да? Советская школа. А сейчас? Сейчас на дробь. У нас хорошие уроки. Да, сейчас литературу читают, дети вроде бы как больше. Обсуждают? Вообще не обсуждают. А что такое смысловой мир? А что такое попытка создания смыслового мира? Это значит, что у вас не здесь не просто вот эту книжку я прочитал, и там типа об этом говорится. Ну, что значит? Вы знаете, сейчас есть уменьшенная версия войны и мира. Есть прям кратенькая такая, как брошюрка. Уменьшенная версия. Вот представьте, просто сделали галочку себе поставить. Вот я прочитал. Ура. Да? А теперь смотрите. А здесь-то что? Пытаюсь сделать. Здесь пытаюсь ваше сознание сделать динамическим, не статическим. Когда вот вы прочитали, вы это знаете. То есть вы ребенку что пытаетесь объяснить? Вот если вы, у вас статическое сознание, да? Вот ребенок говорит, папа, почему так? Или мама? И вдруг ребенок, и вы ребенку объясняете. Ну, ты понимаешь, я вот когда-то книжку почитал, ты подрастешь, тоже ее прочитаешь. Это статическое. То есть отец даже объяснить не может. А динамическое. То есть когда вам сформировали, запустили ваши мысли, да? И вот эти мысли идут. И вы успокоиться не можете. Понимаете? У вас вот эти мысли, тут агеты, да? Вот здесь вот об этом, об этом. Вот так вот это крутится. У вас какие-то вопросы жизненные, да? И дальше вы говорите. И вот разговор, например, всегда бывают такие сложные разговоры. Родители, там, отца, сына, там, матери, с дочерью. Ты понимаешь, не все так просто. Вот я тебе могу рассказать одну историю, да? И начинаете такую вести беседу. А вся наша жизнь, это вот беседы и формулировки. Вот вся наша жизнь, это беседы и формулировки. Где-то удачные, где-то неудачные. И вот так вот, вот это все. А теперь представьте, это же какое-то медленное чтение. Это какое-то ощущение. А скорость передачи информации, она это все блокирует. Она не дает этому сделать. Потому что у человека, кстати сказать, вот эти огромные потоки информации и неспособность прочитать текст. А, например, вот представьте, для того, чтобы прочитать того же самого братьев Карамазовых, тех же самых, да, вот медленно, их надо медленно читать. А представьте, у вас цифровые технологии из клипового мышления, да? Они создали две разности времени. Вот здесь вот у вас внутреннее время, оно очень такое, как бы сжатое, оно очень быстро проходит. То есть вы любите какое-то? Вот, например, сейчас вот большинство людей, они не способны смотреть фильмы, ну, я не знаю, Ингмара Бергмана. Молодые, наверное, не знаю, что это за... Это был такой режиссер, это такие философские драмы такие у него, да? Ну, там Тарковский, например. Или Тарковского, например, да? Вот, ну, не способны. Они смотрят, а там человек просто спускается к ручью идет. И вот он идет так минуты три. А они смотрят на это вот так вот. Понимаете, вот в таком... То есть они не видят вот этой смысловой наполненности кадра, да? Вот этой вот отсылки к высшим смыслам. Они вот этого ничего не видят. Ну, вам-то, конечно, там Андрей Рублев, да? Близок, наверное, да? Смотри. Но я все равно Тарковского обвиняю в том, ну, как так можно было показать Андрея Рублева как какого-то диссидента? Ну, как так? Ну, это надо было еще умудриться. И плюс к тому, еще один камень на город. Слушайте, а вы хоть эзоповым языком, вот хоть эзопа, да? Эзоповым языком могли показать, это бы разрешалось в Советском Дневнике, что он хотя бы молился. Ну, вы хоть представьте, да, вот, Турбевская трость. Это в каком состоянии молитве находился человек, чтобы такое отобразить? Вот хотя бы вы могли хоть какой-то эзоповым языком, вот скрытым языком показать, что вот он сейчас молится. Там этого не показано вообще. Так вот, и вот человек вот здесь вот все уходит, уходит вниз. Он не видит, видите, он вот книжка, например, те же самые братья Карамазов, а он ее воспринимает как совокупность фактов. Понимаете? Как совокупность фактов он ее воспринимает, а не как источник, понимаете, целого мира, целой сирены высших смыслов, сложных взаимодействий, фактически некоторых моделей. А вы понимаете, что? А теперь смотрите, сознание, то есть объединенные знания, то есть целая система, внутренняя, гуманитарная система. Иначе вообще, в принципе, что еще нам не дают? Вот я могу вам показать, как бы полноценную систему, как бы непознания, принятия решений человека, человека какого-то, надо было, может быть, в самом начале привести, но не важно, значит, какого принятия решения какого-то, да? Вот смотрите, вот какое-то явление. Вот вы сейчас так делаете? Вот так делаете сейчас? Вот подумайте в своем сознании. Вот какое-то явление. И вот человек на него смотрит. И смотрите, ему нужно его познать и что-то принять, какое-то потом решение. Смотрите, что должно работать. Ну, первое. Логика. То есть что такое логика? Это структура, фактор, вот этого вот, да? Вот как он развивался, понятно? Вот как он развивался? Вот это точка начала события, и вот точка окончания. Это логика. Второе. Второе, что работает? Должно. Сразу идти, после логики. Физика. Физика. Физика это что? А какая интенсивность, какая температура, какая сила удара? Понятно, да? Вот это вот было. Это физика. Следующее что? Наравне с физикой, если здесь были не объекты, а человек, то есть взаимоотношения между людьми, что должно быть? Нет. Психология. Значит, в каком году из школьного курса убрали логику и психологию? Оказывается, у нас в школе изучали логику и психологию. Посмотрите, пожалуйста, есть известный учебник логики. Винограда. В каком году убрали? У нас в школе проходили логику и психологию. Следующее. Значит, после физики что идет? А вот после физики идет метафизика. То есть это дальше человек рассуждает. Что такое метафизика? А теперь смотри, а какой смысл этого явления? И теперь смотрите, в метафизике что разбирается. Но метафизика это несколько обыкновенно. Смотрите. И человек начинает рассматривать это явление с точки зрения истории, культуры. Понятно, да? Религии. После этого что идет? А после этого идет этика. Ну, понятно, это как бы, оно, по сути, слипный такой процесс. Этика. Это что? Распознание добра и зла. Так ведь? То есть вот здесь, вот только вот здесь можно сказать, хорошо это или плохо. А дальше что идет? Вот здесь вот что идет? Эстетика. И только вот здесь вот в конце можно сказать, красиво это или нет. Что у нас выключили? Во-первых, вот этой части нет. Потому что вот эта часть предполагает что? Вы знаете, что такое принятие вот такого решения требует, ну, например, человек должен будет подумать неделю. Да? А вы как-то, ну, ты что там подумал? Ну, ты уже три минуты мне ничего не написал. Человек говорит, ну, подожди, я должен подумать. А некоторые уезжали, понимаете, он Гоголь брал, вообще уезжал в Рим. Он не в Риме, или где? В Няполе там был. И вот он ходил, думал там. И вот там писал. Да, вот это. А что сейчас современный молодой человек? Вот что они? А вот здесь вот, вот только вот здесь вот. Вы можете сказать правда, правда, явление правды. Вот там, вот только вот здесь. А сейчас для человека правда, это вот, логика и физика. Это вот, вот, знание логики факта. Вот это правда сейчас современная. То есть это что? Это значит, а это что такое? Это вот как раз легкость добывания информации. Помните, как вы раньше гонялись за книгами? Помните, да? Слушай, там на развале, мне завтра, мне этот сказал, букинист, он принесет мне книгу. Я помню, как гонялись мы, помните, появив мифы народов мира. Это была такая редкость. Я один раз пришел в магазин и не нашел, у меня даже слезы потекли. Ну как же? Как же? Понимаете, я ее купил, это вообще, честно говоря, я еще помню, хотя мне лет-то немного, но я вот бегал за такими книгами. Я сейчас специально на книжный не хожу, потому что ухожу расстроенный, обязательно. Особенно вот эти книжные развалы. Понимаете, мы искали, а потом долго это все читали, так ведь? И вот у нас формировались вот эти вот долгие мысли, так называемые, долгие, которые связывали все человеческое сознание. Да? Вот так вот, все, все, все. И формировались ложное личностное мышление. Иначе они, как бы, фундаментом вот этого мышления, вообще должно быть системное мышление, но это немножко отдельная тема. Так вот, и вот технологии уходят вот сюда, а человек уходит вот сюда. Теперь смотрите, вот эта вот вилка называется антропологическая катастрофа. Одна ее из частей. Все философы говорили так, на земле человека нет, его предстоит построить. И вот смотрите, наука ушла вот сюда, произошло отчуждение, современные люди уже, они не понимают, как это все работает, но они пользуются этим, да? То есть они фактически, знаете, Фром, Эрих Фром в свое время говорил так, значит, люди же все боялись быть рабами, он говорит, люди, боявшиеся быть рабами, надо бояться было и не быть рабами, а чтобы не стать роботами. Понимаете? Сейчас люди, я не хотел бы быть рабом, так вы не раб, вы робот, можно уже сказать, биоробот. И люди просто-напросто получили, так ведь это достаточно просто, смотрите, человек хочет комфорта, а ему наука что дает? Она дает ему костыли. Она дала ему, не просто она закрыла вот эту вот сферу, она дала ему костыли. Например, человеку трудно давалось там английский язык, так она дала ему что? Переводчик. Ему плохо? Ну-ка, я вопрос задам, ну может вы-то знаете, а я вот в каких-то вузах еще читаю, или своих студентов, ну я обычно жестокий преподаватель. Вот, я спрашиваю, чем пахнет каталог в большой публичной библиотеке? Такая пауза, они говорят, что клавиатура что ли пахнет? Чем пахнет каталог? Это вот знаете, вот такие, вытаскиваешь на полкилометра вот такую дощечку, ну такой ящик, и начинаешь вот так. И находишь такую красивую, дореволюционную карточку, где каллиграфическим почерком вот так вот нарисован, ну написан, какая-то литература. То есть, человеку дали быстро поиск информации, а смотрите, ведь информация, значение информации, оно, оно для человека имеет в виду, что вот это тут длина поиска информации, вот человек вот здесь, и вот он искал, 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 и наконец-то он нашел, и вот такой путь у него был ломанный, как информация, и вот он нашел эту информацию, вот он ее нашел. Вы знаете, как в сознании эта информация, какую ценность будет вот эта информация в сознании человека. Так ведь? А сейчас да будет проклят буфер обмена. Да? Всемирная секта Ctrl-C, Ctrl-V. Понимаете? Всемирное движение Ctrl-C, Ctrl-V. И так далее. Вот это все. Это самые-самые популярные клавиши. А сейчас вообще мышка надо, и мышка вообще уже настолько лентяя, даже уже рука это не работает. Я обычно студентам говорю, артрит вам на обе руки. Или руки. Значит, здесь получается так, что вот эта информация, а теперь быстрый доступ к информации, быстрый доступ к информации, он мало того, что ликвидирует сакральность информации, смысловую наполненность информации, да? Он информацию, вот, например, вот эта информация, она несет в себе высший смысл, еще раз вам скажу. А человек ее быстро нашел, ценности никакой, он внутрь ее не погрузился, потому что он ее быстро нашел, и смысл нет. И она для него банально вот здесь оседает в виде простого факта. А если человеку когда-то придется решать сложную проблему? Вот представьте, вот кризис юриспруденции заключается в чем? Вот я кандидат юридической коммуниции. Вот кризис юриспруденции. Ну, во-первых, если мы говорим о юриспруденции, то человек всегда будет решать, а будь то он адвокат, полицейский, не знаю, кто угодно, да, следователь, он всегда будет решать проблему другого человека, правда? А нужно будет куда? Вникать в эту проблему. А если он уже информацию автоматически, любую, воспринимает просто как факт, и для него человек является не человеком, а просто как объектом живой природы, и все. Теперь мы удивляемся, откуда у нас такая жестокость, да? Так вот, если вот это вот расхождение будет очень большим, вот здесь вот видите, уходит вот такой крутой пикет, то произойдет так называемый цивилизационный взрыв, иначе вот здесь вот достигнет так называемая технологическая сингулярность. Это иначе проявление искусственного интеллекта можно назвать. И сложность техники станет такова, что когда произойдет глобальная катастрофа, человечество не сможет уже что? Все это исправить. Просто, иначе я проще говорю, вот для того, чтобы город такой, как Москва или Петербург, привести в состояние нечеловеческого существования, достаточно выключить свет на три дня. Да можно и на час. Я, кстати, у нас в Петербурге было такое, на Петроградке на несколько часов выключить электричное. Это было где-то лет пять назад. И показывают, значит, вот фильм Апокалипсис, журналисты, и люди выходят на улицы такие. Страшно ведь. Ну, понимаете, ужас какой. Телефон не работает. Кофемашины не работают. Понимаете, не работают. Светофоры не работают. Понимаете, ужас. А если на неделю? Я иногда студента прошу, напишите мне эссе, что вы будете делать, если в городе выключат свет на неделю. И начинают писать. Потому что у многих уже апокалиптическое сознание. Все же любят по крышам ходить. Съездить на Чернобыль, в эту Припять, да? Походить там, посмотреть. О-о-о, так, о-о-о, да. Сталкером постараюсь. Все фильмы сейчас фантастические, утопические, да? Что-то произошло страшное и так далее. И он там выбегает. Я говорю, вы знаете, когда вы там заболеете, у вас не будет пенициллина, вы сразу умрете от простой банальной вот. У вас хоть пенициллин в молоке. Там антибиотик есть. А там вы умрете от простой царапины, что он появится, все, вы умрете. Я говорю, вы захотите отдать последнее за то, чтобы вот вам дали простую масть там тетрациклиновую. Понимаете? А в сущности, ради выживания, как только свет выключился и вы знаете, что в городе он будет больше, чем неделю, это значит, в первые три дня из города нужно уехать. Это основа выживания. Уехать просто и все. А они говорят, нет, я буду вот это делать. Я говорю, хорошо, а летом? Я говорю, вот через два дня становится канализация. Куда вы пойдете справлять нужду? В кустике? Я говорю, миллионы пойдут. Миллионы пойдут, а потом мухи. А в Библии, кстати, сказать, знаете, там есть строчки в ветхом языке, по-моему, как справлять нужду воинам, знаете, да? Возьми лопатку, отойди там. Есть, по-моему, да, такая? Там, да. Там не только, да, 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 да. Понимаете, да? Я говорю, так миллионы пойдут, потом мухи, потом вы все попередохнете от дизентерии. Да. Значит, и вот произойдет вот этот вот срыв. То есть здесь цивилизация очень сильно зависит от технологий. То есть фактически человек перестанет быть человеком, а он не является биологической основой. Для чего? Для... Он как бы становится некой батарейкой, которая поддерживает что? Вот эту огромную техносферу. Вам не кажется, что это где-то уже было? Матрица. Матрица. А знаете, кто матрицу эту идею вообще выдвинул? Вы думаете, братья Вачовски? Тот же самый Станислав Лем. Фантаст-философ. У него эта глава называется «Фантоматика». Он все это предсказал. Вот чем вы сейчас, вот с чем вот эти вот все технологии? Он все это предсказал. И вот скажет, что до добра это не доведет. А тут есть такой физик парализованный, знаете, да? Стивен Хоукинг. Я бы прислушался к его мнению, потому что он, кроме как думать, больше ничего не делает. Понимаете? Я бы прислушался. Он ни на что другое не отвлекается. И он вдруг говорит своим роботизированным голосом, «Если человечество создаст искусственный интеллект полноценный, то искусственный интеллект, скорее всего, уничтожит человечество». А у нас мы уже фактически близки к этому. Мы уже фактически близки. Теперь смотрите, что происходит. Значит, человек, фантоматика, фактически превращается в некую основу для существования. То есть, смотрите, человека никто развивать не будет. Почему? Потому что сложное мировосприятие человека, вот создание новых технологий и так далее, будет компенсироваться развитием технологий. Иначе проблема называется автоматизированных систем управления и систем автоматизированного проектирования. Иначе по-другому. Смотрите, для того, чтобы раньше нам делать самые выдающиеся ракеты в мире, нам делать самые-самые лучшие в мире какие-то космические технологии, что нужно было? Нужно было МВТУ имени Баумана. Технологические университеты, такие и такие политехнические. Как раньше выглядел НИИ, научно-сельский институт, который занимался двигателями. Это было огромное здание, на каждом этаже, вот в таком помещении, стояли люди с кульманами и вот так вот чертили. Это были умнейшие люди, которые гонялись за Стругацкими, или гонялись за Буниным, которые собирали стендали, которые в очередях стояли, у которых, кстати, была вот эта все-таки сфера. Вот эта вот сфера, она все-таки у них была, которые что-то там думали, которые сочиняли стихи. И вдруг появляются автоматизированные системы проектирования. А сейчас как этот НИИ полупустой, там нет никого. Вот заходит, а он пустой. И вы спрашиваете, а где все? А мы всех поувольняли, говорит директор. Зачем? Ну, потому что вот, и он приводит, и весь институт, раньше институт это было тысяча человек, например, или две, или три тысячи человек. А он приводит в зал какой-нибудь. Вот наш весь институт. И там сидит 30 человек, мальчиков, за компьютерами. И занимаются 3D-моделированием. Так? У них вот такой принтер. Они испытывают деталь уже в компьютере, проектируют ее в компьютере, потом нажимают кнопку раз, и никакого Кульмана нет. И он так... и выезжает Или на диск записывают и отдают на производство Вроде бы скажете Так этих людей надо отдать на производство? А зачем? Есть другая технология, которая убьет человечество Называется 3D-принтинг Знаете уже что-ли такое? Да, 3D-принтинг То есть уже можно металлические детали печатать Уже печатают реактивный двигатель Уже оружие огнестрельное Печатают железное на 3D-принтерах Это что значит? Токари не нужны. Такая проблема с этим столкнулась Соединенные Штаты. Например, взяли и создали роботизированную линию, там работало несколько тысяч человек, создали роботизированную технологическую линию по производству автомобилей и людей уволили. По закону социальной справедливости, ту прибыль, которую предприятие стало бы получать от этих роботов, нужно было бы что? Распределить перед... Всегда распределять по уволенным людям, так ли? А их занять чем-то другим. А вы думаете, им сделали какое-то другое занятие? Нет. Люди, оказывается, не нужны. Вы понимаете, с чем мы сейчас сталкиваемся? Научно-технический прогресс пришел к тому, что сфера автоматизации такова, что люди фактически не нужны. А сейчас в мире что говорят? Перенаселение. Я вот обычно говорю всем, я говорю, первым на страшном суде, очень понятно, что нам сразу зададут, и за что по почкам сразу начнем получать. Пойдем. Первый запрой. Вы так плодите, не разознаете. И что это? Сразу скажут. И почему? Мне один говорит, ну вот я как-то там не сподобился. Сразу ему все покажут. Вот девушка шла, очень хорошая была блядя жена. Чего ты вот не пошел за ней? Понимаете? Вот сразу так вот, прям так и скажут. Вот сразу. Все прям возможности вам. Понимаете, как черный ящик. Вот упал самолет, возьмут черный ящик, выложат перед вами. Он скажет, о, вот, видишь, видишь, сколько возможностей было. А ты куда смотрел? А вы так, в смартфон. А дальше вы покраснеете, потому что там спросят, и что ты там смотрел? Да. Значит, вот эти технологии поначалу, они вроде бы как давали рост науке, а теперь, понимаете, и у нас основная проблема, перенаселенность. Но тут это, вот честно говоря, вот к этому мы всему пришли. Знаете почему? Мы к этому всему пришли искусственно. Потому что вот здесь, вот, вот здесь, еще раз начертим. Примодерн. Примодерн, постмодерн. Да, я вам обещал конкретно вот сказать, чем вреден планшет, да? Вы, наверное, меня слушаете из-за вежливости, да? Ждете только этого, наверное. Можно взять другой маркер, я думаю, он будет лучше писать. Да тут все маркеры такие. Да, ну ладно. Значит, смотрите, чем вреден планшет этот, да? Точнее, чем вреден не просто планшет, а вот эти вот технологии. Когда вы видите не просто, вы видите не просто, вы не постоянно с человеком общаетесь с текстом, а когда вы его слышите, вы его видите. Знаете, вот это вот все, да? То есть, когда раньше у нас был дефицит этого. Вот возьмем две ситуации. Вот человек, и вот человек. И это где-то года, знаете, так, 60-е, 70-е, 80-е. А вот человек современный, и вот человек современный. Вот у них, смотрите. Вот здесь вот этот человек жил в другом городе. Вот этот, например, Москва, а вот этот, например, Хабаровск. Они увиделись, разъехались, и прошло три года. Они друг другу пишут письма, так ведь? Так, они время от времени созваниваются. Алло, ну как ты там? Ну, нормально, нормально. Ну, ну, ладно, плохо слышно. Ну, если все нормально, ну, давай, ну, да, ну, да. И положим. А сейчас мы видим друг друга по скайпу, да? Постоянно общаемся. То есть, у нас нет вот этого информационного голода. Так ведь? А вот как работает сознание, брать внимание. Вот здесь вот, кстати сказать, у Гёте есть потрясающие... Не помню, где только, но найдете, в общем. Есть потрясающие... Если вы человека воспринимаете таким, какой он есть, вы его портите. Человека нельзя воспринимать такой, какой он есть. А теперь смотрите, вот этот человек уехал. И смотрите, у вас он, образ его остался в сознании. Согласны, да? Вот он в сознании. А дальше знаете что? Вы же об этом человеке начинаете думать, да? И вы начинаете его образ что? Идеализировать. Так ведь? Идеализировать, идеализировать, идеализировать. Это знаете как? Вот когда с женой, наверное, там, муж и жена ругаются. Ну, и мы тоже так бываем. Так поругаешься. И она говорит, вот мы с тобой вот такие вот, а вот у других такого нет. Я говорю, да ты что? Знаете, то есть мы всегда склонны других идеализировать. Так ведь? И вот мы насыщаем человека вот этим. А он тоже идеализирует, идеализирует. А смотрите, через три года раз и встретились. Скажите, вы как его будете воспринимать? Вы его будете через этот идеальный образ воспринимать. И накладывать будете. И он вас будет воспринимать. И фактически вы будете скрывать что? Свои недостатки. А вы понимаете, что в обществе вот это как раз и важно. Скрытие своих недостатков. А что делает планшет? Он создает реальный образ людей. А люди уже и так пытаются друг друга идеализировать. Ну вы же понимаете, что супер-ложь, да? Вот сейчас можно увидеть только ВКонтакте. Я обычно друзьям говорю, я говорю, ну, я говорю, ты столько книжек, цитат выложил. Я говорю, ты, наверное, всех прочитал. Откроешь там стену ВКонтакте, она на полтора километра так раскрывается и начинаешь там смотреть. То есть, смотрите, оказывается, вот эти идеальные образы от потоков информации, да? От постоянного восприятия друг друга, да? От постоянного вот этого вот общения. Вы знаете, умные мысли всегда рождались, вот знаете, что очень ценно для сознания вообще, для человеческого сознания? Это молчание. Ну есть такая фраза, я не помню, где это молчит всякая плоть, да? Да, вот это великое молчание. Вы знаете, вот умные мысли всегда приходят в состояние молчания. Вот иначе, вот опять же, Бога любит. Ну, вот понимаете, ну, чтобы просто написать вот эти мертвые души, понимаете, это знаете, в каком надо быть состоянии. Понимаете, он же не постоянно общался, он ходил и что? Он ходил и думал. Вот думающий человек, это как он выглядит? Он сидит и молчает. Прежде всего, вот эта сфера коммуникации очень быстрая, да, уплотнение информационного поля, это уничтожение вот этих долгих мыслей и уничтожение внутреннего молчания. Понимаете, уничтожение внутреннего, а вот это вот молчание, только от этого молчания можно почувствовать что-то вот здесь. Иначе, более того, вот это постоянное общение, что оно еще убивает? Вот я вам говорил, вот есть вот, скажем так, вот есть вот эти вот вселенные смыслы, да, вот в голове. Нужно создать вселенные смыслы. Сейчас их не создают, это раньше создавали, да? А теперь смотрите, но они тоже могут быть стационарными. Знаете, как запустить мысль, чтобы она здесь постоянно находилась, и она не находила себе покоя, постоянно двигалась? Чтобы здесь не было такого, знаете, состояния тепло-хладного. Как запустить? А вот это как раз и сочетание внутреннего трудового окна и внешнего. Вот как для ребенка. Сначала каллиграфия, вот выписывание вот этого, да? Вот он пишет, это очень важно. Между прочим, каллиграфию, раньше мастера мяча, как правило, все мастера мяча, китайские и японские, они были все мастерами каллиграфии. Вот почитайте их историю. И они говорили, что они даже не могли назвать, что важнее, упражнение с мячом или упражнение пером. Так вот, а теперь смотрите, а дальше он научился создавать вот этот символ, а дальше учитель говорит, а ну-ка, давайте-ка теперь пишите дневник, дети. И он начинает писать дневник. Сначала дневник такой, знаете, простой, встал, поел, понимаете, да? А потом этот дневник что? Это запуск внутреннего самосознания, рефлексии или самое главное, это запуск чего? Внутреннего собеседника, понимаете? А это когда человек вот находится практически сам собой и что-то делает вот здесь. Я вас спрашиваю, когда появился вот этот быстрый доступ к информации, да, легкость управления информацией, да, легкость, когда не нужно писать, вы же не пишете ничего сейчас, понимаете? Вот понимаете, вот что такое вот писать, вот это вот, вот это соединять, вот эти символы, рождать символы, а вы ничего не делаете, вы не рождаете символы в сети. Вы что занимаетесь? Вы занимаетесь комбинаторикой. Вот у вас есть клавиатура, да, и вы что занимаетесь? Это комбинаторика. Потому что текст нужно созидать. Вот текст, вот он идет, созидание текста. Кстати сказать, цифровые технологии, все современные, они знаете, что еще убивают? Вот что самое мерзкое? Они убивают литературное творчество, и они убивают историю литературного творчества. Вот смотрите, как мы знаем Пушкина? У нас есть черновики Пушкина. Есть? И в черновиках Пушкина мы видим, вот он зачеркал вот это стихотворение. Мы применяем технологии, да, и смотрим. Надо же, какое замечательное стихотворение. А он его зачеркал. Дальше смотрим. И понимаете, у всех были черновики, правда, да? У Достоевского, почему? И мы знаем, и теперь мы говорим о творчестве. Достоевский говорим, вот тогда-то он написал так, а вот он не написал. А сейчас вы печатаете на компьютере. Сохранить. И все исправления, которые вы вносите, они сохраняются? Да. Понимаете? В масштабе огромном оно ничего не сохраняется. То есть мы теряем фактически вот эту вот историю. Внутреннего собеседника нет. Знаете, что такое? Появляется некий внешний собеседник. То есть когда человек что-то где-то печатает, ему кто-то отвечает. Уберите у него планшет, все, вот здесь вот ничего нет. Вот планшет для него это внешний раздражитель. У него ничего, у него внутреннего мира нет. Он живет так называемым внешним миром. Да. Теперь, ну понятно, да, что такое вот один из вред такой, фундаментальный вред вот этих планшетов, быстрого достижения друг друга, да, информации. Или получения информации друг от друга. Или следующее. Чем больше вы открываете канал информации друг с друга, вот, например, канал информации, да, широкополосный 4G интернет, 5G интернет, да, очень быстро все передается. Смотрите, вот здесь у человека хаос, энтропия, и вот здесь. Вы понимаете, что вот в теории информации, в теории проблем передачи информации, институция для проблем передачи информации, в теории сигналов, есть такое, чем больше, чем быстрее у вас переходит информация по каналу связи, тем и быстрее переходит у вас энтропия от субъекта к субъекту, или от объекта к объекту. Понятно? То есть хаос-то ведь тоже очень быстро передается. А теперь вопрос. А чтобы этот хаос не передать, значит, у этого вот объекта, элемента системы, у него должна быть некая логика, когда он распознает что-то, вот он распознает, да, нейтрализует энтропию, не пропускает ее. Здесь обрабатывают информацию, перевод только полезный. У нас так происходит, нет? Эй, смотрите, какой я шикарный пост нашел. Хоп, и выложил. А потом раз ему, прокуратура, распространение экстремистских файлов. А он, да вы что, я ж пошутил, понимаете? А человек, он вообще даже просто уже не соображает, да? Потому что все это настолько быстро все происходит. Далее. Ну и естественно, во-первых, вот что такое еще трудовой акт? Вот вы когда читаете даже простой текст, да? Вот вы даже ощущение книги, кстати сказать, недавно психологи провели очень интересное исследование, можете найти, наберите просто вред чтения с планшетов, даже с электронных книг. Оказывается, держать в руке книгу, да? На уровне подсознания. Знаете, что это влияет? Что вы книгу воспринимаете, как вот кто-то создал трудовой акт. Вот эта книга, это было создано кем-то, понимаете? Вот это вот листание и непосредственно вот восприятие книги и текста по тестам оказалось лучше, когда это читается с книги, а не с электронной книги. Понимаете? То есть вы впоследствии, когда вот начитаетесь вот простых бумажных книг, потом можете читать с планшета. Почему? Потому что вы сначала наберете инерцию, вот эту мыслительную инерцию, и система начнет двигаться, а дальше вы можете уже наполнять что-то, да? То есть то, что уже будет инерция вот эта, умственная. И вы уже можете там с планшета читать, с компьютера, пожалуйста. А все начинают с этого читать. И ценности знаний ноль. Почему? Потому что, как вам сказать, есть так называемые технологические революции. Например, какие были технологические революции? Вот мы подбираемся к самому такому. Технологические революции, смотрите. Вот здесь вот человека была нужда в поиске информации, поиск информации. Технологии ему дали, да, компьютер. Он теперь может информацию найти за секунду. Дальше. Оплата. Оплата товаров. Сбербанк онлайн можно оплатить все во всем мире, правда? Так, оплата. А теперь смотрите, следующая какая должна быть технологическая революция? А товар находится в Индии. Сколько к вам товар будет идти? Нет, вы можете заплатить еще такую же сумму денег, или побольше, правда, да? Чтобы его доставили на самолете, да, за сутки. Ну, это следующая технологическая революция, очевидно, это средства доставки. Их еще пока никто не решил. Теперь в вопросах информации. Смотрите, поиск информации. Вы хотели найти книжку. Вы нашли книжку, поиск мгновенный, правда, да? Достаточно книжка такая-то скачать. Прекрасно. Жик, получили. Следующее, смотрите. Средства, средства хранения. Смотрите, раньше для того, чтобы идти в школу, для того, чтобы идти в школу, или куда-то вы идете, или зашли, например, в библиотеку, или берете книги, и вы взяли очень много умных книг. Представляете, как тяжело, да? А сейчас сколько книг на одной флешке лежит? Технологическая революция хранения информации, да? А теперь представьте, какая должна быть следующая революция. Вот вам очевидная, следующая революция. Ее сейчас пытаются сделать. Это тоже относит нас к определенному фильму. Смотрите. А вот вы берете и читаете книжку электронную, а вот здесь читаете книжку простую, бумажную. Смотрите. Что электронно вы будете мусолить две недели? Что вот это будете мусолить две недели? Так, и... Какая следующая революция? Ускорение получать бумажную. Загрузка в сознание электронных источников. Помните, как Нео учился? Загрузить умение управлять вертолетом. А вы понимаете, что это фундамент... Все, вот как только это будет решено, человечество не перестанет. Не то что существует, оно изменится в одночасье. Почему? А потому что ценность информации мгновенно пропадет. Понимаете? Потому что поиск информации и понимание внутри информации высших смыслов да? Вот это вот высших смыслов, низших смыслов, в разных системах смыслов. Это и есть вот эта вот метафизика. Это и есть ощущение личности. А что такое вот эта вот метафизика? А метафизика для человека — это ощущение мечты. Вот вот стоит человечек, и у него есть некая мечта вот здесь вот. И есть как бы вот вектор движения в этой мечте — надежда. Понимаете? А это все вещи, они же не бытовые. Это вещи вот здесь, находящиеся, категории. Сразу это все уничтожать. То есть для человека единственное. То есть это убийство мечты и убийство надежды. А это как раз мы выходим вот на понятие трансгуманизма. Так вот. Смотрите, что произошло в 60-х, 70-х, 80-х годах. У нас шло, например, вот возьмем, да, маркер. Сейчас мы ее тоже закончим. Значит, у нас шло, вот в сущности, вот этот метод, потому что я много рисую, это вот метод называется интеллектуального картира. То есть, вот, например, точка, да, какая-то, и вам что-то объясняется, и вот это соединяется, когда вот такой метод есть. Значит, смотрите. Вот, например, 60-й год, здесь вот, например, 50-й год, 70-й год, 80-й год. И вот здесь вот 90-е пошли, 90-е, 2000. Смотрите, смотрите, что произошло. Вот здесь вот были сначала эти... Вот здесь вот компьютеров не было. ПК нету, ПК нету, ПК нету. И вот персональный компьютер где-то появился в 95-м. Помним, да? А теперь смотрите, какие технологии здесь были развиты больше? Так называемые космические технологии. То есть это что? Ракетостроение, да, вот здесь вот развивалось. Например, технологии энергетические, да, новые атомные реакторы, портативные атомные реакторы, да, вот разные вот эти вот технологии. То есть как космоэнергетические технологии. Не путать это с парапсихологией и с разными экстрасенсами. А теперь смотрите, а какова здесь была фантастика? А здесь была фантастика космическая, помним, да? Иван Ефремов, да? Артур Кларк, люди куда-то летят, да? Чего-то находят на каких-то космических кораблях. И между прочим, там нет, вот люди не сидят в каких-то социальных сетях, правда? А теперь смотрите, ну вдруг вот здесь вот, вот на этом уровне, вдруг что-то случилось с фантастикой. Стругацкий, начав с Максима Камерера и полет на другие галактики, в 93-м году вдруг выпускают книгу, господи, одна из книг там, фактически инфернальный роман. То есть они начинают с космических технологий, а заканчивают инфернальным романом. Про какого-то бесенка и так далее, да? Вдруг фантасты начинают пугать человечество злым космосом. Появляются чужие, помним, да, фильм? Чужой, чужие вот появляются, да? Потом здесь вообще фантастика становится утопичной. То есть показываются одни утопии и катастрофы в будущем. Так ли? Скажите, пожалуйста, а смотрите, а потом раз что произошло? Произошло торможение космоэнергетических технологий. Их просто затормозили, и вот здесь вот научно-технический прогресс переключили на компьютерно-технический прогресс. То есть прогресс мультимедийных технологий. А что предполагал научно-технический прогресс в космических и энергетических технологиях? Во-первых, этот человек должен был выйти куда? За пределы Земли, так ли? Чтобы выйти за пределы Земли, этот человек должен быть что? Сильный, смелый, честный, добрый только и всего Помните детскую песенку, да? Точка, точка, запятая, да? А что все пелось? То есть а-ля Гагарин, правда? То есть оказывается все дети, да, там Девочки должны были похожи на Терешкова А дети все, мальчики должны быть на Гагарина То есть оказывается вот Человекостроительные технологии Они были сопряжены Вот с этими космоэнергетическими технологиями Почему? Потому что сами по себе эти технологии Требовали что от человека? Ну какого-то такого, хотя бы Такого, некого, некой такой формы преображения, да? То есть как бы создание некого такого Сильного, смелого человека С высокой моральной нравственностью, да? А теперь смотрите И вдруг, когда наука сказала Да не надо нам никуда лететь Во-первых, напугала фантастика Потом, не надо нам никуда лететь И человеку что? А здесь же человек смотрел в космос И у него какая-то мечта была, да? Ему же нужно было как-то это заменить И что ему дали? Интернет Это же искусственный космос Только космос в переводе с греческого как означает? Красота Да, украшенный Или осмысленный То есть фактически космонавта Знаете, как можно перевести? Смыслонавт Вы представляете? То есть для того, чтобы вырваться за пределы Земли Человек должен был как бы преодолеть себя Преодолеть там генетропию тела Да, вот-вот-вот Понимаете? То есть выйти на уровень каких-то Вы знаете, какие философские конференции проводились Вот здесь вот, да? Нам с философов приглашали Даже богословы участвовали Какие? Какой должен человек встречаться с инопланетями? Да, да, да Какая у него должна была быть мораль, нравственность, этика? Вы представляете, какой вопрос решался? И все серьезно размышляли Это должен быть человек высокого духа Высокой морали Я вас уверяю Между прочим Если бы вот так вот все это продолжалось Вот так вот все это продолжалось Вот здесь бы Потому что очень многие представители космонавтики Например, вы знаете такого Бориса Рушенбаха Слышали о таком, да? Соратник Королева, да? Открыл явление обратной перспективы в иконах, да? И так далее Кстати сказать, он в МГУ вел кружок по иконографии В общем Знаете, где этот кружок находился? В какой секции? Атеистическая пропаганда Вот Вот представьте А видеозапись есть? Нет Вот жалко Понимаете? Вот это, честно говоря, такая высота Дальше Между прочим В гуманитарных науках уже говорили о том Что нужно было вернуть веру Об этом говорил, например, Лосев Алексей Федорович Кстати сказать, тайный монах Источник Несвятые святые Тихон Шевкунов, да? Читали, да? Вы знаете, сколько? А потом у меня есть Я могу, если что, вот сбросить У меня есть такая конференция Сборник В 90-е году вышел сборник Конференция там В Мордашвиле там Многие там пишут Знаете, как сборник назывался? То есть система набрала Такую инерцию В человекостроении Вот здесь вот Вот здесь вот И уходил В их вышел Порник О человеческом В человеке Там пишут философы А заканчивают Владыка Петерим Знаете, конференцию заканчивают Статья Владыка Петерима То есть Если бы кое-что не произошло Скорее всего К 95-му году Никакой бы метафизической катастрофы Вот у нас бы, по крайней мере, не было Но Случилось в общем мировом масштабе Человеку создали Убрали у него взгляд От этого внешнего космоса А имейте в виду Что внешний космос Можно было познать Так говорили грехи еще Только через формирование Внутреннего космоса Поэтому вот эти все Смысловые миры Образуют так называемый Внутренний космос Человека То есть это что? Украшенный Внутренний мир И соответственно Через этот украшенный Внутренний мир Человек познает Внешний другой мир То есть он как бы Переносит его А теперь вот Если говорить так Что вот стоит человек А вот стоит объект Вот человек Вот человек Когда у него вот этот Вот есть внутренний мир Он начинает этот мир Нагнетать на объект И вокруг объекта Начинает создавать Так называемые Метафизические поля Это можно так назвать Этому даже есть объяснение Есть такой Физик Исследователь Теодор Ван Хоуэн Он говорит о теории Энтерапии и логике В рамках этого А это вам как раз известно Вы приходите в храм Какой И чувствуете Какое намоленное место Чувствуете, да? Или например Или вы летчика спросите Любого Даже песни Если Я в полете Со своей машиной Неотделим Если б ты знала Как таскуют руки По штурвалу Помните такую песню Нет? Гуляй в пек Есть одна У летчика мечта Высота Да? То есть я То есть летчики Они свою машину Воспринимают Как живую Так ли? Они когда летят Они даже чувствуют Где там что-то У машины плохо Понимаете? То есть это что? А вы знаете Что вот это Метафизическое поле Оно потом воздействует На Оно воздействует На непосредственно Физику самого объекта Потому что Потому что даже есть Понимаете такое явление В русском языке Даже говорят, да? Дом, который бросают Быстро что? Разрушается А дом, в котором Просто живут Что? Он дольше существует А теперь То есть это как раз Конкретное влияние Смыслов на это Но это когда у человека Есть полноценная Развитая система Вот это Вот этот внутренний космос А его нет А нас переключили Вот на этот космос Интернет Бесконечный Бесконечный Что? Космос Смыслы Я уже объяснил, да? Как вот смыслы формируются Фактически Примитивизация Сознания человека И дальше Идет явление Трансгуманизма Значит Науку Останавливать нельзя Производство Останавливать нельзя Вот стоит человек Вокруг него Технологический кокон Наука ему все закрыла То есть Производство Все дало Дало ему Микроволновки Дало ему Например Посудомойки Все-все-все дало Все у человека закрыто Это что теперь? Всем заводам закрыться? То есть смотрите Вот представьте Вот почему сейчас Кризис автомобильного производства Автомобили уже такое количество Что люди не хотят И Я сейчас объясню по-другому Это проблема Третьего айпада Вышел первый айпад Все Потрясающе Да-да-да Дайте Вышел второй айпад Он объективно Лучше, чем первый И все Вышел третий айпад Это раз в полгода Должно происходить И все такие Ну, не знаю. Меня еще второй устраивает. Понимаете? Вышел четвертый iPad. Ну, не знаю. Я, может, второй на третий поменяю, нормально, да? То есть это что значит, что люди, в принципе, уже как-то происходит какое-то насыщение? А это что значит? То есть что, науку надо опустить, а наука опуститься не может. Это катастрофа будет. Значит, и появилось два выхода. Смотрите, опять же черчу. Вот это был человек. Вот это был человек. А вот это вот был, да? Вот это вот наука. Ну, технологии. Вот они ушли где-то. Соответственно, смотрите, как теперь можно ликвидировать антропологическую катастрофу вот эту вот? Как ликвидировать? Двумя способами. Смотрите. Либо, либо остановить научно-технический прогресс и куда? Переключиться на что? А знаете, что это значит? Это Запад, весь Запад должен расписаться в своей цивилизационной несостоятельности. Он пойдет на это? Никогда. Это фактически Запад должен будет сказать, слушайте, советское образование действительно было лучшим в мире. А потом он скажет, слушайте, действительно метафизику надо делать, понимаете, все надо как-то возвращать. Но Запад пошел по другому пути. Он сказал, надо просто взять вот отсюда, вот так вот протянуть некий, как бы, такой хобот, да? Зацепить человека и вот так вот вытянуть его, то есть взять и соединить вот эти две линии, то есть вот так вот раз, и вывести человека вот сюда. А иначе соединить природу человека с технологиями. Вот это и называется слово трансгуманизм. Трансгуманизм. Что это такое? Вот вы, например, пользуетесь айфоном или там, не знаю, чем угодно, да, вот, пользуетесь. И вдруг вы его забываете дома. Как? Комфортненько? Да, 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 вот. Ну, плохо, в общем, да? Ну, какой-то дискомфорт. Представляете, да? Я вот студентам спрашиваю, а вы бы были согласны, если бы этот смартфон был у вас уже в ухе? Ну, был уже, как бы, внутри вас. Они говорят, да, конечно, это было бы настолько удобно, не надо забывать, хочешь позвонил, хочешь там и так далее. А Google уже решает эту проблему, корпорация. Google Glass, знаете, да? То есть это смартфон, включенный в очки. Но Google Glass, он говорит, Google говорит, относительно Google Glass, знаете, это пока еще ерунда. Вот мы действительно будем смартфон включать в мозг человека, то есть чип такой будет, да? И человеку будет дано, у него будет экран, как бы, в сетчатке глаза. Они говорят, даже в сетчатке глаза не надо, надо просто электроды вставить в зрительные доли, и у человека будет, знаете, как киборг вот идет, помните, как терминатор. Да-да-да, все он будет считать, он будет ценный, все-все-все, вот это будет. Дальше, значит, ну я представляю, где они USB-порт сделают, ладно, я не буду уже фантазировать. Вот представьте себе, вот эту вот технологию. Это называется трансгуманист. Просто есть радикальный трансгуманист, например, радикальный трансгуманист, они говорят так, вот сердцу трудно качать, и прежде всего в ноги трудно качать, и оно быстро изнашивается. Значит, ноги надо отрезать и заменить кибернетическими устройствами, ну, протезами, да, роботизированными. И человек может прыгать с третьего этажа спокойно, бегать очень быстро. Кстати, таких вам спортсменов уже показали. Один из них был Оскар Писториус, который там застрелил там свою девушку, там, юарец такой, да? Более того, они говорят, а сейчас это все под благовидным предлогом, говорится. Подождите, так посмотрите, как замечательно, сколько людей инвалидов. И вы так, да, парализованные люди, вы, да. А что делают парализованные люди? Они, есть ролики в интернете, можете посмотреть. Значит, сначала они делали без обид. Наберите слово нейроинтерфейс, или иначе, управление компьютером посредством мысли. На него одевается шапочка, а сейчас хуже. Сейчас электроды в головной мозг вживляют, и женщины там или мужчины парализованные, они сначала учились двигать мышкой, ну, вот, силой мысли. А сейчас уже есть, уже что добились? Женщина, значит, была присоединена там на коляске, роботизированная рука, и она училась ей управлять при помощи утна. Сейчас это было хаотично, а сейчас есть ролик. Перед ней лежит шоколад наломанная, и рука берет вот так вот. И есть что? То есть это значит, что вас развивать никто не будет. Надо развивать, что... То есть понимаете, смысл в чем? Значит, науку мы будем развивать дальше, и научно-технический прогресс дальше, а он будет, в свою очередь, развивать человека. То есть апгрейд постоянно. Понимаете? Иначе создание киборгов, фактически. А теперь представьте, кто откажется... Это Лерм задает вопрос. Кто откажется от усилителя интеллекта? И что вы скажете? Вы выйдете, покажете Новый Завет? Вот вы западному обществу что скажете? Вы даже своему что скажете? Они скажут, да вы что? Вы протестуете против очевидного, они скажут. Вы понимаете, что в эти... Человечеству посмотрите, как плохо. Человечество стало тупым. А теперь представьте, кто откажется? Вот тут, с одной стороны, революционный мыслитель, да? У которого есть там слои такой, энциклопедист. А тут вдруг мальчик какой-то, которому вставили чип, усилитель интеллекта, да? Он книги быстро загружает и просто, знаете, да? Сейчас ведь ум заключается в чем? Ум это скорость поиска информации. Все люди стали резко википедиками. Понимаете? Быстрая-быстрая скорость информации, поиск. Значит, и естественно, сама информация, она настолько упрощена, она настолько редукционирована, такая редукция такой, сведение к простоте. И теперь смотрите, что произойдет. А это связано с изменением природы человека, фактически. То есть, представьте, в кого? Вот посмотрите все фильмы. Например, фильм «Суррогаты». А фактически, смотрите, экономику можно расширить. Смотрите, дальше человек во что превратится? Он будет лежать дома. Да? Смотрите, заводы не нужны будут. Смотрите, создадут интернет-экономику. Она уже создается. И человек будет внутри сознанием, да? Сознанием. Он будет работать внутри сети интернет. А вы представляете, сколько рабочих мест может заключить себе сеть интернет? Миллиарды. Сотни миллиардов. А люди будут лежать вот в таких как бы полугробиках. От них будут исходить вот такие вот электроды. Да? Знаете, какую? Уже. Что в принципе уже. Что в принципе уже. У меня даже новость сохранилась. Достигли технической. Господи, как это мысль на расстоянии передается. Как это? Телепатия. Смотрите. В принципе. Вот представьте. Два монаха, молитвенника, да? Вместе постоянно жили. Их разнесут там, да? Они начнут молиться. Они почувствуют друг друга. Правда, да? То есть какая-то телепатия есть. Но это какое состояние нужно дойти, да? А теперь представьте. Оттуда каких-то два. Прыщавых парнишки. Wi-Fi. Им чип. А теперь представьте. Это сразу проблема решения языка в мире. Смотрите. Мысль. Например, возьмем там, я не знаю, там японца. И возьмем, например, я не знаю, там ирландца. Вот ирландец смотрит на стул. И у него мысль стул. И японец смотрит на стул. И у него мысль стул. Мысль-то одна и та же. Что разное? Языковое выражение. Правда? Поэтому нужен переводчик. Смотрите. Как только мы научимся передавать мысль с помощью вот этих кибертехнологий, то есть создадим техническую телепатию, то есть что будет решено? Это очевидное благо. Вам все равно скажут. Это очевидное благо. Как вы будете ему противостоять? Второй момент. Значит, более того, поскольку будет создан нейроинтерфейс, в мозге будет много там, в мозгу будет много там, значит, чипов, электродов и так далее. Уже сейчас проведено картирование мозга. И сейчас, в принципе, ищут, где находится та область, та область, которая отвечает за девиантное поведение, ну, за преступление. Так или? А человек будет вот в системе. И, естественно, вот один человек, второй человек, третий человек, четвертый. И вот все люди, вы сейчас в интернете, вы сейчас в интернете, да, вы как бы находитесь импульсно. То есть вы зашли, вышли, зашли, вышли. А вот когда вы будете вот так вот лежать, вот так вот лежать, вы будете в интернете постоянно, даже во сне. Вы будете путешествовать постоянно. И вот все вы, все люди, они превратятся как бы в мегамозг. Уже есть монокрафия, называется глобальный мозг. То есть превращается. Иначе, если ваш мозг разобрать, вот нейрон, 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 между ними синапсы, да. Вот сети компьютерные станут между каждым человеком синапсами. И нейропсихологи говорят, что если так вот все подключить, то человечество все вместе превратится в огромный, в огромный нейросуперкомпьютер со своим сознанием. И будет, может решать планетарные, даже чуть ли не галактические задачи. Вот так, так, это уже рассматривается на конференции. Это уже рассматривается в Google, это уже проекты Google, то, что я вам объясняю. На это тратятся миллиарды и миллиарды, да. Есть, кстати, фильм, называется фильм «Превосходство». Фильм, где играл Джонни Депп. Кто смотрел? Посмотрите, фильм «Превосходство». Знаете, да, о чем там речь идет? Теперь смотрите, что происходит. То есть, смотрите, человек свою немощную природу, во-первых, будет усиливать, это первый этап. А потом он просто перейдет своим сознанием вот сюда. А ему здесь будет новый мир. Ему не надо будет летать с планеты на планету. Представляете? Вам уже такой мир показали. Фильм «Аватар». Показали вам? Вот такой мир будет. Знаете, как ваша страница в интернете будет выглядеть? Хотите, как «Аватар». Понимаете, вот вы со зданием там путешествуете. У кого-то она будет плоская, у кого-то это будет замок. Понимаете? Кто-то будет давать возможность зайти, кто-то не давать. То есть, это будут целые миры. И вы будете там находиться, да? Дальше, следующая технология. Сказать какая в трансгуманизме, нет? И вот дальше произойдет следующее. Вот будет кризис христианства сразу же, моментально. Он уже, вот сейчас тут уже очевиден, а сразу будет кризис. Знаете, как это? А дальше есть такое явление, как цифровое бессмертие. Перенос сознания. Это называется перенос сознания человека в сеть. Уже тестируется наподобие устройства, созданное на основе томографов. Из человека пытаются сделать цифровую копию сознания. То есть, человек перейдет, когда он будет смертен, человек перейдет куда? Он будет цифровым сознанием внутри интернета. Он будет как бы чистой цифровой сущностью, которая будет путешествовать там по памяти, там вот в этих мирах и так далее, и так далее. А все вот это будет напоминать огромную-огромную мега-личность. Более того, человек, являясь единицей этой личности, сам по себе личностью не будет. Он будет всего лишь навсего некоторым слепком вот этой вот личности. Он сам, если его взять, он никто. Он пустышка. А вот внутри он является что? Проводником этой личности. Это рой. Технология роения. Рой. Я вам тут напомню. Откровение на богослов. И выйдет зверь из бездны. Просто я тут, когда это говорю, некоторые священники говорят, нет, антихрист это будет конкретный человек. Я говорю, знаете, когда я на богослов писал, он, конечно, писал, видимо, о человеческом сознании. И умный-то сосчитает, да, что число его человеческое, да, что это будет именно продукт человеческий, именно человеческий, да, число его там 666, 666, ну, 666 это вообще символ власти просто, значит, символ могущества, да, и будет он знать, кто о чем думает, кто где находится. Ну, раньше почему все так думали, что он с бесами будет связан, да, потому что как это кто где находится? Это магические шары, наверное, будут у него, да, бесы ему будут доставлять. Ужас заключается в том, что вот я так считаю, да, заключается в том, что это все будет именно человеческая вот эта вот продукция, да, а вот эта вот мега-личность, вот эта вот мега-личность, она и будет кем? Она будет иметь свое какое-то сознание. И это уже технологии. И теперь у нас цивилизационная задача, у нас, у всех, я считаю, обладает ей только Россия, больше никто, вот кто это все в безобразии может остановить. У нас с вами задача, вот дальше вот тут, христианство и цивилизационно, я не знаю там, цивилизационный проект человека. Вот это все коллективная технология Запада. Вот, вот этого, да? И все это вот обращается против природы человека. Наша задача сохранить природу человека. И вопрос один, что теперь с этим делать? Вот с этим цифровым бессмертием, с телепатией технической, да? А сейчас это пока невинно все идет. А у нас что на конференциях происходит? Я вот сейчас очень больную штучку скажу. Мы в паспорте нашли изображение трех шестерок. Давайте протестовать против ННН. Да? Мы против чипов в паспортах. Ах, мы вот на это обращаем внимание, да? А вот на это мы не обращаем внимания, на смартфоны. А на гугл глаз, я почему на православных конференциях никто не всерьез не обсуждает явление трансгуманизма и гугл глаз? Почему? А, мы и ННН будем обсуждать? Ну, по-моему, когда Дева Мария была, перепись была, так ли? Нет, я понимаю, это тоже какая-то проблема есть. Просто хотим по гугл глазу, да? По заглазу. Согласен. Теперь, какой выход из этого сложившейся ситуации? Ну, я страху нагнал, получилось как? Да вообще, вы же дальше уже не надо. Все, уже дальше не надо, да? Алис Гимах, да? Все? Нет, у меня еще кое-что есть, может быть? Ну ладно, не буду. Вот. Значит, как отсюда можно выйти, да? Какова наша задача выхода? Надо выйти, да. Вот что мы должны делать? Значит, если, вот у нас есть человек, у нас есть человек, а есть технологии? Технологии. Есть, вот, естественно, Запад предлагает, когда технологии соединить с человеком, соответственно, мы говорим, нет, цинить не надо. Человек может управлять технологиями посредством чего? Воли, посредством мысли, но человек, в конце концов, может, вы знаете, ну, нельзя исключать, что, например, по молитве, да, и такие случаи бывали, по молитве святых старцев, например, происходили некоторые моменты, да? Такие воздействия на техносферу. Такое есть. Значит, то есть, единственное, человека надо развивать. В конце концов, нам сказано, когда? Как основа православия. Если Бог стал человеком, значит, человеку надо стать? Значит, это что? Это человекостроительные технологии. Единственное, нужен какой-то триггер, как бы запуск этих технологий, да, стартер. Такими технологиями, как я вот здесь вот вам рисовал, является что? Вот если они включили, чего? Если они включили мультимедийные технологии, переключили, значит, мы должны всему миру сказать, нет, хватит. Мы будем включать какие технологии? Космоэнергетические. То есть, это фактически на уровне церкви чуть ли не надо сказать. А почему у нас сверхтяжелый носитель ракетно-космический не создается? Мы что, не собираемся на Марс лететь? А что это такое? Это значит, нужен хороший рабочий, согласно? Это нужно хорошая система образования. Это нужен космонавт какой-то такой, так ли? Это нужно обществу информировать, так ли? Это нужно какая-то философию какую-то возрождать, так ли? Это нужно фильмы, соответствующие снимать, чтобы люди хотели и понимали, правда? Более того, что такое космоэнергетические технологии? Это значит, что человек начинает включать и технологии экологические, то есть не эксплуатация природы, а взаимодействие с природой. Согласно? То есть, и фактически мы должны вот это вот все, ну скажем так, постулировать. При этом вот эти технологии, вот эти технологии, мы должны переключить в сторону образователя. Естественно, они действительно, ну чем плох этот вот проектор? Замечательный проектор, да? Прекрасно. То есть, мы должны это все подчинить, прежде всего, человекостроению. То есть, опережающее развитие мы должны четко на уровне глобальных таких вот моментов, сначала это можно на конференции, потом это в новостях озвучить, что мы добьемся опережающего развития человека, а не технологии. Это раз. Но это можно сделать только так. В России есть одна философия, которая сможет это сделать. Причем эта философия основана на, извините, православии. Не больше, не меньше. Которая сможет это сделать. Эта философия позволила запустить Гагарина. Эта философия создала всю русскую космическую промышленность. И называется эта философия русский космизм. Знаю, к нему отношение очень-очень уж какое? Неоднозначное. Там что-то такое-такое. Если кто-то там чего-то, нечто Федоров где-то что-то сказал, его можно поправить. Может, он был неправ, может, он был в каком-то состоянии сверхмечты, его можно поправить. Но основой этой философии заключается в философии общего тела. Иначе соборность. Иначе это то, что выразил Достаневский. Каждый пред всеми во всем изо всех виноват. Вот это принцип любви, да? Соответственно, вот они хотят вот так вот сделать вот эту антисоборность. Вот это фактически это антисоборность. А мы будем делать что, людей? Строить высокоорганизованное общество. Ну, это церковь, экклесия, сообщество. Совершенно верно. Но это общество должно быть основано не вот здесь вот. Я дружу с другим человеком, потому что у него дорогая машина. Я дружу с другим человеком, потому что у меня смартфон 4S, Apple, а у него уже 6S. Я вот поэтому с ним дружу. Нет, а вот потому что вот здесь люди будут что-то понимать. А для этого технология образования. Но главное, это просто надо сказать. Понимаете? И по крайней мере, обществу нужно задавать вопросы. Кому? Государству. Вот, в общественное мнение. Просто надо задавать вопросы. Это все подчиняется технологиям человекостроения. Иначе, если мы фактически... Вот я знаю, что западная философия очень боится реанимации вот идей вот этого вот русского космизма. А почему, знаете, нет? А потому что это все основано на православии. Фактически, это единственная технология на сегодняшний день. Это, по крайней мере, мои мысли такие. Если вы знаете какую-то другую технологию, вот из того, что я показал. Потому что нам для противостояния вот с этим вот, с мультимедийными технологиями, да? Нам нужно что-то противопоставить. А единственное, что мы можем противопоставить и всем людям сказать. Люди, мы будем строить человека. Понимаете? И люди это поймут. И люди это поймут. Что мы будем учить. А Россия должна, знаете, кем быть? Или чем быть? Она должна вообще быть лабораторией духа. Вот, на лице земли, в России, это своего рода такая лаборатория духа. Где вот формируются вот эти вот духовные технологии. Понимаете? Но они должны быть основаны, эти духовные технологии, на методологии священного писания. Ни больше, ни меньше. Как только мы отступаем от методологии священного писания, это все. Это мы возвращаемся куда? Мы возвращаемся к человеку-зверю фактически. Да. Ну, в принципе, если есть вопросы, я готов ответить. Я не хотел бы поблагодарить, но вот если ко слов, хотел бы предложение вашему сказать. Знаете, у нас есть технология, которая может быть досмотрена вполне как альтернатива русскому косметику. И это технология аскитика. Технология православная аскитика. И такими средами, которые технология отрабатывается для нас, нечтегается на остыне. Если мы возьмем правильно устроен на остыне, это дело некий микрокосмос, в котором человек занимается в равной мере как любым функционом, так и физическим делом. Вот это сочетание. Спасибо вам за профессиональную группу. Повторю, но и главное, дальше пусть мы проиграли. У нас, в принципе, для детского подворья, как для детей. Для детей мы занимаемся в чистом состоянии. У меня дети сами занимаются. А для взрослых мы занимаемся в чистом состоянии. И у нас из наших зрителей и в детском участии мы не знаем, поскольку это на самом деле меняется в знании. Это факт. Так что я бы к коскризму все-таки сохранил определенное и осторожное отношение, потому что боялся, что коскризм появился тоже не на пустом месте и не в очень непростое время. И у нас есть в этом плане более надежное и более устойчивое состояние, состояние себя достигла, в котором мы видим всякий ведущий человек, в котором прекрасно вот это отреждение между созданным Богом, созданным Богом, миром и внутренним состоянием человека, оно так и наливается. Я понял, да. У меня есть ответ. Я уже калач четвертый в этом смысле. Значит, можно я еще чуть-чуть порисую? Значит, я достаточно часто сталкиваюсь, смотрите, значит, какую идею, вот возьмем коллективный запад, вот все человечество, какую идею транслирует коллективный запад всему человечеству? Вон идея. У каждого человека есть права, и каждый человек обязан что? Защищать свои права. А какие права? Мне один знакомый врач сказал, запомни, человек изначально вообще-то хочет спать много, кушать, дальше идет очень взрослое слово, ну, размножаться, ну, без размножения. Да? Вот это, он очень хочет. Но время от времени он вынужден, как бы, собираться, работать, для того, чтобы, да, опять, спать. То есть человек изначально ленив, то есть его должно что-то понуждать. Теперь смотрите, что, эй, теперь смотрите, вот человек индус вот здесь вот. Ему вот эта философия потребления понятна? Как это непонятно? Понятно? Индусу, арабу, понятно, там, русскому, понятно, смотрите, американская мечта всем понятна? Прекрасно. Теперь смотрите, вот начертим Россию. Россия это, как бы, мини такой космос, что ли, да? Смотрите, Россия может существовать только в форме империи. Если нет, значит это что? Это Московия, фактически. Теперь я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать и с какой логикой общения вы будете общаться с мусульманским миром и с буддистским миром? В логике здоровых ценностей человека. Не получится. Почему? Ну, потому что, во-первых, их ценности, эти ценности могут быть подчинены какой-то общей логике. А, во-вторых, эти ценности будут всегда сталкиваться, потому что здесь есть культура, да? Культура, образующая среда. И у них есть культура, образующая среда, претендующая на что? Вот сейчас вот формирующийся идил. На что? На мировую. Как они воспринимают христианство? Ну, я просто не буду уже тут сдаваться подробностей. Соответственно, нам нужна некая логика. Нам нужна некая логика. Я даже больше скажу. Нам нужно нечто, что выведет нас на вот это общемировое пространство, некая логика такая, логика, которая будет иметь... Она будет построена, вот как на нотах, да? Она будет построена на методологии Священного Писания, и она нам позволит общаться с исламом, с буддизмом, там, да? И так далее, и так далее. Вот. Вот нам нужна такая логика. Если мы этого не сделаем, то мы внутри России уже в ближайшее время столкнемся. Я просто задаю вопрос. Там встает человек и мне говорит. Я... Мы молимся там, например, да, чтобы вот в России была православная страна. Я говорю, прекрасно. Я говорю, что вы будете делать в ближайшие 200-300 лет с исламом? Они говорят, ну так Россия же существовала до революции с исламом. Я говорю, знаете, почему она существовала? Потому что в ислам, например, в Таджикистане, да, там, в Туркменистане еще не было сложившихся каких религиозно-политических элит. Их не было. Так ведь? А сейчас они есть. Если только вы постулируете Россию как православное государство, прежде всего, кстати, интернета не было. Сразу наши потенциально вероятные друзья этим что? Воспользуются. Так ведь? Какие сейчас преимущественно воззрения в исламе? Фундаменталистки. Мировой халифат. Я говорю, прекрасно, что будете делать? Религиозная война? Сколько лет? Что вы будете делать? Соответственно, к ним нужно обращаться. Как-то по-другому. Нужна какая-то логика. Понимаете? Как это неприятно слышать, но это логика. А это как раз технология цивилизационного строения такого, да? Она должна быть в каком-то смысле надкультурной. В каком-то смысле надрелигиозной. Но логика сама, построение ее тела, это методология священного писания. У нас все для этого есть. Просто мы говорим, что первое, мы будем строить человека, да? И мы поменяем техносферу. Все подчинить для строительства человека. А для того, чтобы это поддерживать, мы должны возродить космические технологии. Я не вижу другого. Вот что сейчас можно противопоставить вот этому бешеному мультимедийному беспорядку? Я не вижу. Понимаете? Единственное, как только сейчас обратно можно зацепить сознание ребенка, да? И вот вывести, понимаете, вот во что сейчас дети? Вот действительно появилась такая. Вот дети все идут. Помните, что Кант говорил? Единственное, что, да? Ну как, удивляет, я дословно сейчас приду, это звездное небо и нравственный закон. Понимаете? А вот хотя бы, мы как можем ощутить, чтобы человек ощутил нравственный закон? Знаете, вот если поднять его голову туда, и он задумается, да? Это автоматически он задумается о внутреннем в космосе, вот этом нравственном законе. Понимаете? Поэтому логика, я понимаю прекрасно, что мне часто задают такой вопрос. Вот все-таки вот православие. Если мы выдвинем православие, нас не примут. А Россия, у России мессианская роль, в каком-то смысле слова. Я не вижу, сейчас, сейчас, я не вижу другого государства, которое еще в мире может выйти и сказать. Нет, мы не позволим, мы постмодерн не позволим. Постмодерн это уничтожение человека. Антропологическую катастрофу мы остановим. Мы не позволим наступлению трансгуманизма. Потому что это античеловеческие технологии. Я считаю, что вот Иоанн Богослов именно это отобразил. Да, да, да. Владимир Павлович, а какой смысл примите, точнее, подращаться к космической технологии, где, например, раньше мы, допустим, искали там единый разум, а с учетом того, что развивается конверт христианской технологии, единого разума нет, что мы там будем искать? Ну, я бы так не сказал. Потому что где-то у меня даже были выписки, причем я не помню, там какое-то богослово, где прямо указано, что... Возможно, да, есть. Что там у Бога не один дом, там вот такие вот вещи. Ну, я сейчас не собираюсь выходить, это все богословские талагумины могут быть. Вот. Но единственное, что хочу сказать, а почему именно искать космический разум? Почему мы связываем космонавтику с космическим разумом? Сразу же, моментально. Потому что это ярко. Нет, это не ярко. Во-первых, смотрите, очень много. Плодитесь и размножайтесь. Если прямо выполнять это, Земля, в конце концов, не сможет прокормить человечество. Скажите, пожалуйста, а вот другие планеты, которые висят, это не промысел Божий? А для того, чтобы до них долететь, человеку нужно что-то совершить, некий творческий подвиг, творческий акт, так ведь? Более того, в 2036 году к Земле подлетает астероид Апофис. Если он упадет даже не на Россию, плохо будет всем. Совсем всем будет плохо. Почитайте, вот астероид Апофис, 2036 год. Если бы у нас были такие космические, или мы развивали, мы бы сказали, да ну и что, вот он так подлетит, мы сделаем кое-что и оттолкнем его. А мы сейчас не сможем этого сделать. Понимаете? А мы сейчас не сможем этого сделать. Просто. И человечество просто погибнет. Оно фактически может погибнуть. Мы, смотрите, космические технологии предусматривают еще разобрать проблемы на Земле с экологией. Понимаете? У нас сейчас что-то, потепление какое-то, да? А вот я точно не знаю, но здесь есть специалисты. По-моему, человек будет еще отвечать на страшном суде за какие-то вот экологические проблемы. Есть прям какой-то. Я у отца Олега Стеняева это слышал. Там что-то такое. Ну, я не берусь воспроизводить, но, в общем, вот эти вещи. Я не вижу, вот сколько я уже думал на эту тему, рисовал какие-то схемы, да? Все равно нужно выходить. Понимаете, мы, пример, мы должны сделать конкурентом вот этому вот, коллективному Западу. Он предложил всем, видите, он всем предложил свою идею. Она всем понятна. Называется эта идея, кратко, американская мечта. Жить в полном достатке. Соответственно, мы должны что-то такое сказать, но как только мы скажем православие, за нами тут же не пойдут мусульмане. Тут же. Это целый мир. Понимаете? Тут же. И мы совершим ошибку. Ну, не хочу. Ну, как бы, вот Даниил Сысоев, Царствие ему Небесное. Понимаете? Я считаю, что такая деятельность была контрпродуктивной. Понимаете? Я вам очень быстро объясню. Смотрите, что произойдет в России. Как только вы вступаете в конфронтацию с исламским миром, смотрите, что происходит. Вот Россия. Вот Казкий, значит, вот Кавказ, вот Средняя Азия. Смотрите. Вот здесь вот это уходит. Вот это уходит. Дальше. Вот здесь вот находится Татарстан. Так ведь? Помните тут недавно в Татарстане там и маму взрывали? Помните, да? Теперь смотрите. Загорается Татарстан, через него идут все основные линии электропередач и все крупные нефтепроводы. Как только он загорается, как только здесь буча подымается, Россия раскалывается на две части по Волге. Все, она разваливается. И здесь вы получаете Московию, нескончаемый конфликт, который, естественно, наши турки только поддерживают. Понимаете, да? Почему? А потому что они мечтают. Они мечтают возродить Османскую империю. Это сейчас вот настолько очевидно. Понимаете? Поэтому мы должны что-то сказать. Некую объединяющую идею. Вот какая-то, да? Вот такой философии общего дела. Еще раз повторяю. Если, Федоров, у Цилковского, у него вообще, если читать космическую философию, у него там чуть ли не фашистские идеи есть. Я серьезно говорю. Их просто надо поправить. Спокойно мы их поправим. Мы откроем Святое Писание, да? Святых Отцов, человекостроительные технологии, вон у Святых Отцов. Все написано. Их просто надо от сложного, высшего, вот аскетического, гуманитарного языка, языка духа взять и попробовать что? Адаптировать, понимаете? Понятным педагогическим языком. Мы это пытаемся делать. Знаете, где нет? В воскресной школе мы пытаемся делать. Так ведь? Но только надо вот эту воскресную школу взять и перенести в обычную школу. Но как только вы там скажете, да? Потому что многие у нас еще неверующие, правда? То вы вызовете это отторжение. Понимаете? Вот мне иной раз говорят, вот я в приходах лекции читаю, и мне встает кто-нибудь и говорит там, часто находится. Вы знаете, я посмотрел ваши лекции в интернете, и знаете, что я хочу вам сказать? Вот буквально так. Вообще, если вот вы верующий человек, вообще поступаете неправильно. Надо выйти сразу и сказать, верую во Христа Иисуса. Я говорю, вы знаете, я вот в вуз прихожу, и передо мной все говорят, аспиранты, преподаватели, вот Инжикон, вот эти лекции, они читались в Инжиконе. То есть аспиранты, преподаватели, да? Студенты. И вы что думаете, до меня не приходили священники? Знаете, как все? Нет, они не уходят из этого. Ну знаете, достают айпады, лекцию не слушают, и начинают. Сразу моментальное отторжение. Понимаете? Моментально. А поэтому как лучше сказать? Лучше, может быть, так человеку сказать, чтобы он сам потом пришел. Понимаете? Вот эти лекции, они направлены на что? На реанимацию. Вот человек сейчас находится в неком таком культурно-нравственном мыслительном обмороке. Его сейчас надо взять, вот так вот трясти, понимаете? И попытаться запустить уровень понимания. Понимаете? Вот я вам даже вопрос задаю. Понимаете? Чтобы он начал соображать, чтобы вот эта мысль начала двигаться. А потом, вот мне уже пишут, Алексей Васильевич, а что вот лучше почитать там? Да, вот. Я понял, что да, Бог вот он, вот все-таки что-то присутствует. А что лучше почитать? Понимаете? Вот такие вопросы. Ну, я уже очень-очень аккуратно, я говорю, вы знаете, если кто-то интересуется, например, там, православием, я говорю, вы знаете, вот вам бы, может быть, по крайней мере, я говорю, вы знаете, я одну книгу прочитал, мне кажется, аккуратно-аккуратно, мне кажется, она вам будет, вот иеромонах Серафим Роуз. Да? Почему? А потому, что он путь интересный прошел, вот этот путь. Да, показать вот этот путь человеку, да, вот этот путь. Да, да, да. А что ему сразу? Ему что, Мотовилова что рекомендовать? Или давайте добротолюбие сразу рекомендовать? Понимаете? Вот читайте добротолюбие, он как откроет. Понимаете? Вот так, и так сразу закроет. А то, что до добротолюбия нужно дожить, нужно понять, даже не дожить, доползти. Да его просто вот так вот надо ползти, да? А потом открыв, заплакать просто, да? Потому что, Господи, как тут все замечательно написано, да? Вот, оказывается, все уже украдено до нас, помните? Все уже украдено до нас. Вот. Еще вопрос у вас. Мне кажется, спасибо большое, Алексей Васильевич, за интересную, очень живую, полуистерическую, презентацию, да. Вот это действительно очень интересно, мне кажется, задачи, которые вы ставили людей, заставили задуматься о том, что происходит, она на 100% будет. Спасибо вам большое, это было очень интересно. Вот, я хотел бы сказать, что ваше выступление, на мой взгляд, есть несколько очень опасных, вредных. Значит, первое мысль существования некоторого заговора, о том, что вот мы с вами здесь сидим все вместе, вот мы, и вот мы понимаем, что если это правильно, нужно сказать, то есть вот они, которые вот объединены, вот они нам делают то, что мы пользуемся, составляем, обязательности, мозги и так далее. То есть вот картина богов, она, в сомнении, совершенно не так. Вот, и вот, в качестве ремарка про коллективный запад. Значит, вот у нас в России есть давно вот их коллективный запад. Вот коллективный запад, скажем так, это мир, который нас придумали, мы уже там, да, 200 лет. Потому что коллективного запада нет, а запад есть с разными странами, с разными интересами, с разными людьми, с разными пониманиями. В этом коллективном западе есть наши приэкции, ну, или наши приэкции, В коллективном западе есть Италия, с которой у нас хорошие исторические отношения. Есть Польша, есть Пендианция, есть Чуриция, есть подруга и страны совершенно разные. Столики, разные деспублики, разные деспублики, разные местные, есть, есть, есть страны, которые вот так вот объединены, можно сказать, меньше, чуть-чуть, 50 лет. До этого они будут резать так, как большую историю резать. И вот, как расстояние между Германией, Францией, скажем, Грандой, которая в 1910-е закончилась, это тоже говорит о том, что коллективная эта вещь, это очень опасные штуки, и я вот призываю все все время думать, если говорят, что есть какие-то враги, объединенные, у нас, это уже как будто бы мать, это опасно. Следующий момент. Я вот по образованию истории, и увидел здесь несколько очень опасных ловушек, вы берете человека, современных клинических условий, и ставите его с человеком, как мы, который был так и вот мы, как мы должны, скажем так, когда делаем, чтобы понимать, что вот критически неправильно считать, что мы можем говорить о человеке, который жил там сто лет назад, с наших нынешних позиций, это вот принципиальный понимать. Почему? Что, почему не верно? Да. Ну, есть принцип исторический, который говорит о том, что если мы изучаем какой-то период, мы не имеем права считать, что эти люди знали, что произойдет в будущем. Но у меня такого принципа не было, что они не знали, как раз, что произойдет в будущем. Да, да, да. Если я, например, значит, про космос, у меня вообще перейдет вы знаете, почему вообще космические программы развиваются, когда еще... Ну, конечно, знаю, да. Ну, один из триггеров, стартеров их был, это, прежде всего, противостояние. Значит, во войне. Да. Все, что мы говорим про космос, связано с войной. Никакого там высоких деревянного злоща, что и всего остального, не было из памяти. Должен был разместить дядь, ну, хомпу, так ее никто никогда не достал. Поэтому про космос, я думаю, что это совершенно надеянная история не имеющая отношение к космологии. Почему космос не развивается после? Можно я сразу ремарку поставлю? Не, 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 сейчас я это говорю. Вот, поэтому космос перестал развиваться только в силу того, что размещение оружия на армию стало не выгодным. И вот следующее, что будет, значит, следующее, что будет, если что-то с космосом произойдет, если мы какой-то найдем пробный наркотоноситель, благород, который ходит там, мягче убивать, проведет сюда. Совсем другая история. Своими космосами не имеют никакого отношения к идеологии. И вот в советское время опасные вещи произошли именно потому, что людей заставили думать с некоторым космосом, который был совершенно нефический. А у всех тех, кто там был, то есть, значит, что это предполагает. Следующий момент, значит, по полу этих несчастных ученых, да, которые сейчас мне стоят цивилизационные ножницы вот эти, да? А лучше мы там еще и все остальное. Вот один раз у нас был такой правитель сто лет назад, нечет, по двести лет назад, Николай Александрович, так? Вот он принял также рассуждатель. И вот в Крымской войне вот эти барусики шикарные, на которых нужно было стоять, чтобы бросить паруса, и как было хорошо, они все были красивой темняшкой, они проигрывали простому британскому кораблю, который на пару подходил, делал выстрел, и все вот это красивое дело так. Поэтому с историей, с технологией всем остальным ни к чему, к тому, что нас учили воспринимать настоящее не как вот венец всего того, что произошло до нас, а в некоторое точное на большом каком-то движении. Поэтому процесс тогда включился, он ведет. Вот то, что мы с вами сегодня говорили, вы говорили очень много про технологии и про плохое воздействие. Я бы ждал и скажу, будет ли что-то хорошее. Хорошего нет. Я бы попросил, вот я дам пять пунктов для того, что хорошие технологии сделают нам всем, а я бы хотел просить продолжить десять. Значит, первое пять, то, что мы здесь с вами сидим, это достижение технологии, которая последняя, в том числе и связана с медициной, со всем остальным. Если бы все было на уровне счета, вот очень многих из нас здесь просто бы нет. Потому что, ну, вы знаете, про смертность, в том числе и детство, смертность, в том числе как, когда проблема решается с помощью временных оснований. И с помощью том числе и медицины. Вот. Я хотел бы сказать следующий момент. Вот, смартфон бог это или хорошо? Вот из ваших выступлений это ну, очень бог. И уже все взять вырос. Я вам хочу сказать, что в Африке межфеканский есть конгресс, который запускает образовательные программы для этих тишек с помощью СНС и с помощью этих вещей. И вот эти информационные технологии сделали так, что у нас рамотность на плодитель впервые в жизни за свой сбор приближается до 70%. Вот это замечательное время, которое нас все погружали там сто лет назад и вот эти мысли от Чехова до Толстого до СНС Вы знаете, сколько людей могли считать Чехова при его жизни процентов соотношений? Ну, сколько? Немного. Процентов не знаю. Ну, я вам скажу, 8% от населения страны. Вот все, что вы говорили про грамотность. Я про технологии хочу сказать, что да, технологии это важное дело, но нельзя это просто нельзя. Но вот эта страшная дверь, ну, скажем так, здесь у никакого процесса есть какое-то вот развитие, так? Вот это развитие можно здесь в экстральной линии, а есть какие-то плавения, которые, скажем так, являются я прошу прощения, просто если вы сейчас будете много задавать, я просто не смогу запомнить. Я потом резюнирую и оставлю два вопроса. Да, ну, хорошо. Вот, значит, вот пример такой, в начале 20-го в Лондоне было очень большое стресс поселение, как в Лондоне люди со всех окрестных и неокрестных мест стекали-стекали, все, люди думали, все, вот мы не сможем жить в Лондоне причем, потому что столько будет народа, иконки не справятся и навозки столько, что люди не выберут. И это было серьезно, это был мой конфидент. Люди говорили, доказывали, а все было понятно. А что произошло? Произошло то, что раз, просто что-то изменилось. Есть люди, которые посмотрели, что на самом деле можно по-другому сделать, и лошадей выпечить, и все остальное. Я к чему? Потому что вы очень здорово всех напугаете, но я вас уверяю, что есть люди, которые серьезно думают над тем, чтобы это не произошло. Потому что вот кое, о чем вы говорите, здесь опасность, так я это, на мой взгляд, это хорошо. Опасность в том, что есть некий круг лиц, которые совершенно усилийны, и которые хотят нас все с вами посадить в лоружину. И вот эта воспрадательная позиция, она совершенно деструктивна. Потому что телефоном мы все будем пользоваться, и вы пользоваться, и телефон у вас и компьютер у вас и планшет у вас значит, показываю насчет телефона. Это и Nokia уже больше 10 лет. Это мой личный телефон. То есть тезис уже один, что нехороший. Ну я понимаю. Вы же на компьютере работаете, на машине. Ну на компьютере, да. Ну у меня, ну кстати сказать, у меня есть и печатная машинка. «Рейнметалл» 1922 или 1923 года выпуска, кстати сказать. Ну хорошо. Значит, тем не менее, вот тоже по поводу черников всего странного. История файлов записана, все, все, Нет. Нет, 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 нет. Возвращаясь к этому, я еще раз очень благодарен, что вы выслушали, что вообще, я сказал, что вы даже не выслушали. Значит, моя, моя, это я не в коем случае не хотел вашего основного пристания необходимости быть очень внимательным с тем, что происходит никаким образом приказом. Ну, подрядных сомнений, потому что я с ним абсолютно согласен. И хотел бы вас вот, резюмерно, попросить добавить на мой список позитивного влияния технологий на человечество, потому что система наявна воздействия. Воздействие может быть негативным. Я бы хотел, чтобы это ваш вкус нужен был. Хорошо. можем проявить эффективность это произносим. И второе, если вы вкратце можете отреагировать на тезис о том, что не бывает только что направление технологии оно такое, что мы все равно человечественно все вместе найдем какое-то решение, которое будет всем, ну, так, в обладать. Я бы хотел, что вы тоже можете относиться. Спасибо большое. Можно, да. Очень много, да. Ну, во-первых, насчет космических технологий, значит, может быть, это я не прав, в том смысле, что, может быть, я не сказал, потому что, понимаете, ход моих мыслей, когда я читаю лекцию, таким методом читаю человек, в конце концов, то, что я сейчас делаю, это называется не классическая, не академическая лекция. Тип не академический. Иначе я вам просто расскажу о форме. К сожалению, мы все с вами привыкли к так называемому линейному получению информации, но мир развивается не линейно, об этом говорит синергетика. Вот все, что угодно, сейчас вот возьмите, в том числе и высокие технологии, смартфон, это все продукты синергетики. То есть, это как бы теория информации о самоорганизующихся, нелинейных системах. То есть, иначе, как из хаоса что-то получается. Кстати, вот синергетика, она говорит, что вот, извините, вот есть что-то, она как наука пытается говорить, что мир появился с помощью воздействия какого-то субъекта. Она задает этот вопрос. Понимаете? То есть, ученые все-таки идут. То есть, смотрите, вот если у вас есть некое явление, да, вот вы просто сказали о методологии, я, скажем так, даже книги, ну, не хочу тут создавать свой харизм, но скажу, что по методологии я достаточно человек подкован, в таком смысле, да, и я сразу сказал, что все основано на теории систем, ну, в общем, на системном подходе. Смотрите, вот есть вот преподавание такое, и вы отчасти сталкиваетесь именно вот с таким преподаванием. Это называется кластерный или матричный подход. Вот вы, вот у вас есть явление, и вам надо его познать. Вот Карл Поппер такой, здесь страшный философ, кстати сказать, вот его неплохо бы почитать, а именно его открытое общество и его враги, это вот Библия всех либералов, кстати сказать, если почитать, вы поймете, что это такое. Так вот, у него есть книга «Логика научного исследования», и там замечательно есть пример, что такое теория, потому что вот то, что я вам сейчас дал, это попытка некоего теоретического знания, да, вот, как к этому относиться. Смотрите, он сказал, что теория – это как сети, которые забрасывает рыбак в море и что-то вытаскивает. Вот ячейки этой сети – это знание. Вот смотрите, вот рыбак забросил сеть, а у него ячейки вот такие большие, и он что-то вытащил, да, а ячейки вот такие большие, и рыба попалась только крупно, а мелкая вся разошлась. И рыбак говорит, больше в этом море ничего не водится. Ну, понятно, это абсурдно, правда? То есть ячейки нужны меньше-меньше. То есть и вы берете, например, и расчеркиваете сети и начинаете эту сетку заполнять. Такое, такое, вот этим, вот этим, вот этим заполнили. То есть от самого простого к самому сложному, да? И у вас получается что? Лекция первая – понятие, система, так ли? Лекция вторая – история, и вы вот это преподаете пять лет. Но это когда у вас есть что? Время. Причем, это вы даете, вы расчленяете на кусочки вот эти кластеры, и вы даете человеку знание, да? Но это еще не значит, что после этого курса вот это знание у человека превратится в систему, так ли? А теперь вопрос, а когда у вас этих пяти лет нет? Значит, второе, значит, вот этой ничего нет, вот так вот, смотрите, вот это уже такой, так называемый, фрактальный, может быть, подход, да? Так можно его назвать. Вот сюда раз точку, мы берем главную точку в объекте познания, да? И смотрите, берем вот так, вот, делаем. Вот эти точки, вот эти точки, вот отсюда, пытаемся логику вот такую вот, вот, преподать, да? А дальше, что получается? Мы как бы человеком, это получается вроде бы как хаотично немножко, а дальше сознание человека, но тут зависит еще от класса преподавателя, оно пытается это что? Соединить все в систему. Это тогда, когда у вас очень короткий период времени, объяснить очень сложное что-то, понимаете? Теперь вопрос. Вот Лен в свое время поставил такую информацию, он сказал, это называется мегабитовая бомба. Информации такое количество, и каждую секунду, вот сейчас вот это все производит такое количество информации, что у вас нет времени в периоде одной жизни, есть математическая прогрессия просто, в период одной жизни разобраться в каких-то проблемах. Нет времени, все, надо что-то делать. Соответственно, вот форма была такая, то, что я говорил о технологиях, я же о них чисто отрицательно не говорил, я говорил следующее, что вот эти вот технологии, я же с самого начала сказал, что человек со смартфоном, с мультимедийными технологиями, это как обезьяна с гранатой, понимаете? Он может сделать что-то полезное либо застрелиться, но, к сожалению, у человека, я понадобился, что это может просто понятно сказать, что вот регулировать применение технологий должна вот эта сфера, сфера сложных метафизических мыслей, да? Вот ты сможешь так сказать. И человек должен управлять вот этими технологиями, а фактически получилось так, что эти технологии управляют им. И человек сейчас находится вот в этой техносфере и вынужден развиваться не по законам, которые он построил, а фактически по законам, которые нам выстраивают, да? Вот эти вот, вот эта техносфера. То есть я не хочу и не берусь даже говорить о полезности или не полезности, но тот вал проблем, который нам создают вот эти современные технологии, он копится и человечество просто не хочет решать. Абсолютно. Первый вал это накопление информации. Второй вал это систематизация информации. Это проблемы методологического уровня, они еще не решены. Понимаете? Третий вал изменение природы человека в части изменения сознания. Вы понимаете, что вот эти технологии, вы говорите, да, читают, но уровень-то поверхностный. Это все равно, что сказать, да? Но все же сейчас кушают. Посмотрите, мы голод решили, а то, что все люди раком стали больше болеть, потому что транс-жиры. Понимаете? Потому что дешевле производить ненатуральную продукцию стало, да? Это неэтичное заявление. Я могу сказать, что вот, например, вот у нас есть государство, Китая, с которым мы граничили, Да. Там каждый год голодают 40 летных человек. Я согласен. Но... Вот я, давайте я вам... Ну, голодать серьезно, то есть не то, что их приедают, чего-то, а могут умирать. Умирают. И в Африке умирают. Я проще даже скажу. Я проще даже скажу. Знаете, кто такой был Ботвинник? Михаил... Да, Гроссмей. Михаил Ботвинник. Он был, по-моему, шестикратный чемпион мира. И вот Ботвинник, это вот как раз к тому, что вы говорите, вот, а нашу космонавтику двигала только война. Нет, не только война. У нас была насущная проблема. Вы, наверное, читали план дропшот. Мы победили в войне с Гитлером. Я что-то как-то не понимаю. Кто управлял процессом? Это элита какая-то управляет процессом? Или это стахастический процесс? То есть это такой случайный, что Европа фактически два раза объединялась и шла на нас. Два раза в истории так. Это, мне кажется, не совпадение. Сейчас еще есть признаки того, что Европа еще раз может объединиться и пойти опять на Россию. Ну, что-то какое-то, какая-то такая лихая закономерность. Так вот, не согласен с вами, что нашу космонавтику развивали только лишь эти, эти война. Хотя она и тоже. И она была в большей степени развивающей, нежели чем другие, вот эта мечта так называемая, да, человекостранная. Поясню вот по какому поводу. После 45-го года речь Черчилля Фултоне. Вы знаете ее? Вы знаете. Все ее, наверное, знают. Кто не знает, прочитайте, где Черчилль сказал, что мы должны делегировать Америке, полномочия, в любой момент совершить ядерную бомбардировку СССР и уничтожение коммунизма как такового. Потом появился план дропшот. План дропшот. Уже бомбардировщики взлетали, уже взлетали бомбардировщики. И вдруг бомбардировщикам приказали сесть американским, когда узнали, знаете что? Когда оказывается наши летчики от обморожения, там, полупримерзшие сидели на Северном полюсе, и там мы создали аэродром. Понимаете? Там с горелками солдаты меняли друг друга, чтобы самолет теплый был, чтобы мог взлететь. То есть это геройские подвиги на самом деле были. Потом план дропшот, он кочевал вот эту историю планов этих дропшот. Вот посмотрите. Сейчас это называется час чели, день икс у них называется. Они говорят, что мы не будем конкретно, потому что однажды дата была, по-моему, ну посмотрите в историю, на 1 сентября бомбардировка была назначена. Планируемые жертвы, бомбардировка 60 городов СССР, планируемые жертвы свыше 60 миллионов человек. И эти планы были, более того, есть книга Михаила Полторанина. Он заведовал рассекречиванием архивов КГБ. Он написал чисто по документам. А вы знаете, что на нас фактически после 45-го года было совершено нападение. Американцы с баз в Корее взлетали и разбомбили несколько раз подряд, разбомбили на нашей территории, это вот были как раз года между 45-м и 52-м, разбомбили на нашей территории несколько наших авиабаз. Не как сейчас турки сбили наши самолеты, а разбомбили несколько авиабаз. Просто бомбили. То есть на что они нарывали? Что будет еще третья мировая война? Это раз. То есть, понимаете, более того, насчет торможения и говорить, вот заговор. я вас бы попросил внимательно почитать историю римского клуба. Была такая организация, римский клуб. Кто туда входил, кто им руководил? И какое письмо подписал Эйнштейн с просьбой правительству СССР? Знаете, какое правительство СССР Эйнштейн подписал письмо? Было написано, прошу вас, уважаемое правительство СССР, это были крупные промышленники, крупные ученые, прошу вас остановить рождаемость и затормозить научно-технический прогресс в вашей стране. Я вас прошу, буквально было такое обращение, почитайте историю римского клуба и кто туда входил. А потом, кто от нас туда входил? Кстати, Капица входил, был почетным членом римского клуба. И что это была за организация? Вы меня вынуждаете, вот говорите, когда нет заговора, вынуждаете, понимаете, заговор есть всегда. Даже когда сосед хочет украсть квартиру другого, он строит заговор. Потому что, если мы будем рассматривать историю, мы вдруг увидим, что вся история зиждется на заговор. Понимаете? Что такое заговор? Заговор это инфантильное название стратегического планирования. Любое государство создает стратегическое планирование. Понимаете? Вы что думаете, турки просто так это все сделали? У них нет стратегического планирования? А может быть, этот инцидент включен в их стратегическое видение? А вы знаете, что государство... Например, у китайцев, вот сегодня, по-моему, китайцы были, да? У китайцев, знаете, насколько у них знаете, на сколько, нет? Тысячу лет. Тысячу лет. Вы представляете, как... Вот они взяли вот такой за основу. Значит, это... Насчет... Небольшая ремарка относительно космических технологий. Значит, да, вы ракету Р-7 прекрасно знаете. Это на той, которой летал Гагарин. Значит, на ней полетел Гагарин. Ракета эта создавалась. Вот такая у нее юбочка была, да, вот здесь. На ней полетела. Она создавалась для чего? Для того, чтобы здесь была бомба. Я согласен. Но это всего лишь ракета Р-7. А теперь Королев делал следующую ракету. Она была вот такая вот. Вот такая, вот такая, вот такая, потом вот такое утолщение было, вот такая. И ракета эта называлась Н-1. И она уже не была нужна для доставки термоядерного запаса на Америку. А знаете, что это было за ракета? Эта ракета способна была выводить 130 тонн на орбиту. И знаете, для чего она была нужна? Тогда для военных она не была нужна. Она создавалась, и она летала, у нее 6 полетов было, 6, 3, 4 или 6. Она была создана для марсианской экспедиции. Для марсианской экспедиции. Дальше, ну я не хочу просто обращать ваше внимание, Королев умер на операционном столе. На операционном столе умер, но еще там много ученых, есть такая очень интересная закономерность. Да. Более того, этот проект закрыли. Мы проиграли конку за Луну. Кстати, да? Знаете, да, что мы проиграли конку за Луну? Этот проект просто закрыли. Если бы его не закрыли, мы бы опередили. Понимаете? Эта ракета, она не нужна была для военных. Вот она не нужна была. И так далее. И что там еще у вас? Позитивный, тоже. Нет, а позитивный, понимаете, вот, позитивный, пожалуйста, увеличение коммуникации. Но для любой позитивный элемент, даже который вы назовете, я тут же назову конку. Вы знаете, пять своих просто позитивный, мне интересно. Пять позитивных. Я не назову, вы сами это можете назвать. Я вот что, как вам скажу. Вот мы возьмем, например, человека, помните, фильм «Операция…» и, по-моему, и «Другие приключения Шурика». Помните, как он шел там и читал? Помните, да? Вот он шел, экзамен был, он читал. И там идет в библиотеку один, вот так. Да, вот идет? И там несет в библиотеку такую типу литературу. Вот вы знаете, берем вот оттуда вот этого вот очкарика, который вот так вот шел в библиотеку. Вот берем этого очкарика и раз сюда перемещаем. Я не понимаю, но вам, может быть, не понравился этот метод, когда мы Пушкина сюда перемещали. Вот. Но это, кстати сказать, это давняя мечта физиков. Потому что физики, знаете, о чем мечтают? Физики мечтают о том, чтобы на конференцию, знаете так, под общий вышел Эйнштейн, не сбор, на современную конференцию. Это значит, чтобы физика начинала решать наконец-то проблемы, создала хотя бы там какую-то машину времени. Ну, это такая. Кстати, сказать насчет еще вот технологий, спасибо, что напомнили, я забыл уже сказать. Смотрите, вот насчет вот этого всего методизической печати. Знаете, что сказал Нильс Бор? Физик, выдающийся, Нобелевского ряда. Нильса Бора как-то спрашивал журналист. Говорит ему, вот вы занимаетесь самым сложным на Земле ядерный физик. Он говорит, не-не-не-не-не, это не самое сложное, перестаньте. И журналист говорит, как, вы что, это же, а что же тогда может быть сложнее? Говорит, перестаньте. Это не самое сложное, это терминология, понимаете, надо понять традиции и вы тоже будете неплохим физиком и так далее. Он говорит, а что же тогда сложнее? Он говорит, есть сложнее. Вы знаете, я тут недавно был на конференции философов и филологов. Вот это, по-настоящему сложно. Журналист говорит, вы шутите? Я говорю, абсолютно не шучу. Я сам увлекаюсь этим, я сам читаю эти труды. Вот это, говорит, по-настоящему сложно. Вот. Значит, и вот мы переберем вот этого человека сюда. И даже есть демотиватор такой в сети. Алиса Селезнева спрашивает современную девочку. Не видели, нет, такой демотиватор, у которой планшет в руках? Она говорит, и вы, наверное, лазите по всем мировым библиотекам и выискиваете просто рукописи, выдающиеся там, да, всех людей, ну, вот, писателей. Вы, наверное, пытаетесь с помощью этого планшета или с помощью этого прибора найти, как бы, таинство природы, да, найти какую-то книгу, потому что есть такое выражение. Для того, чтобы стать умным, нужно прочитать десять книг. Но чтобы найти эти десять, нужно прочитать тысячу. И знаете, что же человеку отвечает наше современное? Говорит, да нет, я так котиков рассматриваю, клипы смотрю. Котиков рассматриваю, клипы смотрю. Это вот этого очкарика перенесем сюда. Он, во-первых, вот эту технологию, вот эту вот технологию, он будет воспринимать, вот этот планшет и все, он будет воспринимать как что? Как средство прийти к чему? К информации, так ведь? К нужной. Ну, почему он так будет человеком? Потому что у него уже в голове есть интерес, есть мечта, есть надежда, вот у него вот есть эта сложная система, да, вот это есть. А у нас нет. Поэтому человек у нас сейчас современный, он для чего тратит это все? Он это тратит для котиков. Преимущественно. А вопрос один, как познать, вот у вас нация умная или не умная, да, нация, вот вообще. У вас верующий народ или нет? Для того, чтобы познать, верующий народ у вас или нет, это не надо идти и с епископом разговаривать. Вы идите в любую деревню и поговорите с любым пахарем. Понимаете? Вот как познается, умный народ или не умный. И, кстати сказать, мы, мы, мы показали всей Европе, кстати сказать, мы показали всей Европе, между прочим, какие мы люди. Когда сюда пришли французы, что они делали? Грабили народ, да? Просто грабили. Дальше что они делали? Конюшни строили, да? А когда мы туда пришли в 1813 году, Александр I? 1813 или 14? 14, да? Вот что мы туда пришли? Мы Лувр грабили. Мы даже селы не грабили. Князья покупали за свои деньги провианты, за свои личные. А местное население еще цены подымало. А дальше мы когда оттуда уходили, мы что? Мы им там мост построили, кажется, который сейчас называется мост Александра I, да? Чугунный, по-моему, да, мост? Ну, в Париже. В городе Парижу мост стоит. А они что оставили от Москвы? Ну, может, Александр III, наверное? Нет, вообще-то Александр I. Можно вопрос? Да. Нет, сейчас, если еще есть, я, может быть, забыл что-то ответить. Поэтому я как бы... Да. То есть это был последний вопрос, я не хочу, чтобы пора решать. Пётр, у вас, в общем-то, записал в пессимисты, которые видят все полмокро и как в работе очень все тяжело. Для меня вы, например, не вправильный оптимист, потому что вы всем этим пытаетесь еще что-то делать. У меня, на самом деле, впечатление и исходя из моей религиозности, и исходя из какого-то образования, как всего остального, гораздо более худшее. И вопрос у меня чисто практический. Наверняка, если мы занимаемся стратегическим планированием, мы проигрываем варианты того, что никому никогда не удастся принести месседж в Западную Европу и так далее. Не удастся. А все будет развиваться по самому худшему сценарию. Можно блиц рекомендации эксперта по поводу того, что нам делать, когда все пойдет совсем плохо и будет включаться к концу. Ну, знаете, я, во-первых, не считаю себя экспертом, потому что... Ну, давайте, отпустим это слово. Ну, мои блиц рекомендации... Вы знаете, я, может быть, так отвечу. Прежде всего искать высших смыслов. Знаете почему? Потому что рассматривалась... Была такая игра философская. Такая, знаете, есть такое... Вы знаете, как работают аналитические группы? Ну, вот говорят, доклад аналитиков. Слышали когда-нибудь, да? По телевизору часто это слышится, да? Или выступает кто-нибудь у Соловьева. И там написано, аналитик стратегического института. Я потом узнаю, что, оказывается, этот институт, он там директор один, и у него секретарша. Больше ничего нет. Вот. Я думаю, может мне тоже что-то такое организовать? По крайней мере, у меня хоть лекции, вон, видите, уже в интернете. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Я еще не ответил, да. Вот. Я отвечу вон так. Знаете, как совершаются вот эти вот игры? Это рефлексивные игры. Там люди начитываются, вот они сидят, и они начинают играть. Там мозговой штурм происходит. Это целая технология системного анализа. Это очень интересно. И вот с такими играми надо знакомиться. Вот они, кстати, были. Вот если произойдет все плохо, вот все рухнуло, бац, вот все рухнуло, все, бах, ничего нет. Все. Электричества нет, ничего нет. Вот сейчас у нас скоро будет кибервойна. Знаете, знаешь, что такое кибервойна? Это когда будут воевать киберпрограммы. А тогда у нас электричества не будет, карточки работать не будут, бензозаправки не будут. Потому что у нас все. Иностранная элементная база, иностранное программное обеспечение. Понятно, да? Это сейчас первое очевидное, что может наступить. Значит, вот когда вот все кончилось, все. Знаете, какой выход единственный, к чему они пришли? Какое знание может человека выиграть? Если вы хорошо знаете технику, вы все равно воссоздать даже один. Не сможете всю техносферу, согласны? И это будет банально. Единственное, что поможет вам выжить, а не буквально пришло к зону. Это, вот фактически, это то, что я вам показываю. Это ощущение надежды. Это ощущение правды на земле. Это ощущение... Иначе, есть даже фильм такой. Там подростки, они решают, кого в бункер взять. Не смотрели, нет? Есть такой фильм подростков. Там ядерная война, и кого в бункер взять. И там вопрос, там философ задает. Вот это поэт... Игра философов. А, Игра философов, посмотрите, очень интересно. Конечно, фильм постмодернистский, но как вариант. Так вот, оказывается, лучше всех выживет. Знаете кто? Ну там, они говорят, поэт. Почему? А потому что у него есть мечта, потому что у него есть оптимизм. И самое главное, чувство исторического оптимизма. Почему? Потому что, например, вот человек, хороший программист, вот он был суперпроцентный программист. Вот все рухнуло, все лежит, компьютер не будет. Он во что превратится? Уныние. Депрессия. Депрессия, это страшный грех, все. А вы знаете, как многие люди, кстати сказать, была вот такая игра, как люди, вот в такой катастрофе многие люди покончат жизнь самоубийством, мгновенно. Вот первая задача, это преодолеть уныние. А это что? Это значит, что у вас должна быть вера, да? У вас должна быть надежда, у вас должна быть мечта. А мечта это любовь. Франкл пишет. Что? Франкл. Виктор Франкл, да, совершенно верно. То есть победа над экзистенциональным вакуумом. Выживает Крым. Что, что это? Крым. Крым как выживает. А очень просто, посмотрите, как говорят люди сейчас. Они, люди, вот смотрите, как выживает Крым. Ходят журналисты, спрашивают. Скажите, как вы начинаете, причем украинские журналисты? Они не любят теорики показывать. А там, знаете, как человек говорит? Слушайте, ну 20 лет ждали. Слушайте, да пусть еще месяц у нас не будет. Слушайте, да и что? Зима, смотрите, как хорошо. Вот это и есть, это вот наше цитовое. Потому что вот главное, это вот чувство оптимизма. Понимаете, у нас этот оптимизм убивается. Оптимизм переводится в рационализм. Что такое чувство исторического оптимизма? Чувство исторического оптимизма, это, например, фильм «Любовь и Бога». Да? Или фильм «Михолкова родня». Это чувство исторического оптимизма, когда человек смотрит, он ощущает историю и будущее, да? Как оптимистично. Когда он хочет что-то делать. А сейчас, например, как люди, вот они, существуют. Не важно, что я сделаю, все будет плохо. Я это тоже рассказываю, понимаете, не от того, что я просто хочу сказать. Я просто пытаюсь сказать, внимание, осторожность. Не надо детям. Понимаете, вот просто сейчас, когда люди сидят, в том числе в ЦР, это же сейчас основная проблема, есть еще другие проблемы, гуманитарные, я просто их не стал называть. Например, вот СЦР когда-то по всему миру показал модель человека, которую пытаются построить. Это Гатарин. Его вообще тоже показала модель человека. Это Кончита Мурс. Да, да. Нам показалось, что вот иначе этот вопрос, а зачем они это сделают? Зачем они разрушают природный человек? Неужели они же не понимают? Причем, с одной стороны, у них нужно, извините, рожать, у них европейская среднестатическая женщина не хочет быть матерью. Причем, это не я говорю, это заседают Конгресс, это было на Конгрессе французов, против ученых, да, и Субарского раз в пять лет, и они уже давным-давно это постулировали. Они сказали, более того, Горбачёв недавно сказал, он написал в бумагах, он сказал, что мне, когда я был президентом, европейские лидеры говорили, что Европа, они говорили, что Европа это уже остывший котел, в нем социальная реакция, вот эти социальные, они остыли. И мы вас, русских, рассматриваем, как средство для запуска этой реакции, для запуска бурления. Но вы, Россия такая большая, мы вас не возьмем, вот вы разъявитесь, понятно, да, расклады сцены? Вы здесь и пойдете. А когда венчатесь, тогда вот эту вот проблему. Вот, пойдите, и тогда вы для нас спасение, вы запустите реакцию. А потом, что-то как-то так повернулось, да, они нас бросили там, как-то, да, и так далее. И знаете, как они стали запускать эту реакцию? Они стали французы пускать должовица. Сейчас, вы что думаете? А вот, знаете, кто имеет реальную власть, мы просто живем, в государстве всегда имеют реальную власть, тот, кто может нарушать законы. Тот, кто имеет опыт нарушения законов, средств под нарушение законов, понимаете? И тот, кто может выжить, даже когда государство будет. Это кто? Это средств службы. Понимаете, вы что думаете? Вот когда миллионы пошли в Сурции, Пошли миллионы людей. Вот миллионы людей пошли, эти беженцы, спецслужбцы. Вы что думаете, это что, спецслужбы не приняли решение запустить? Если бы они не захотели, они бы что? Они бы не прошли. Просто, знаете, границы закрывают, и всё. И никто бы не прошёл, я вас уверяю. Но никто бы не прошёл. И они прошли. Зачем это делается? И очень просто, мы спрашиваем европейцев, они пишут, мы пытаемся запустить котёл социальных реакций. А знаете, как они пытаются запустить? Я говорю, всё, Европа – это нормально. Об этом не я сказал, а потом ещё сказал Иван Александрович Ильин, а потом сказал Бостоевский, который приехал и сказал Христа в Европе – нет, да? Помните? А теперь представьте, что ждёт Европу. Нам от этого не легче. Смотрите, в Европе, в Германии недавно вышел фильм. Вы знаете, что в Германии Майнкрафт с вами сейчас издает? Да, я знаю. Так, прекрасно. А вы знаете, что недавно, два месяца фильм снимали в Комитане, как актёр в форме Гитлера хотел. Он загримерован был, он говорит, просто посмотрите, у нас в воспитании, как с вами это показывают, хотели в форме Гитлера, люди к нему подбегали, шаловались, давай приходи, никто ему морду не бежал бить. Вышел тут Минтальный фильм на эту тему, представляете? Там Гитлер там в бельях играет, там общается, ну там, современные люди, ему люди шалуют, Минтальный фильм вышел. Это что значит? Вы смотрите, зашли эти беженцы, терапливают, раз в два. Скажите, Шенген разваливается, Европа опять разделяется. Дальше, кто, какие партии будут подписать в Европе? Ультраправые. Ультраправые – это кто? Это фашисты. А дальше Европа опять объединится уже как ультрафашистское государство. Это, говорю, не я. Это, говорят, экономисты. Понимаете? Вот когда экономисты, вот когда они прогнозируют доходы свои, они смотрят на политическую вот эту вот часть. Позитивная нота была лучше. Я хочу, если вы сейчас решили на них работать, будет страшнее. Последний вопрос, и мы завершаем. Василий Васильевич, спасибо Вам за эту лекцию. Вот, Вы обозначили проблему на войне, вот эту технологическую. Вы ее обозначили, но, на мой взгляд, Вы показали нам решение этой проблемы. И я хотел бы, вот, высказать свое к этому отношение. Я думаю, что раз человек создает проблему, человек создает проблему, то проблему находится в самом человеке, в первую очередь. Вот, и поэтому внешне остановить как-то этот проблему у нас никак не получится. То есть она так же будет продолжать расти. И вывод из этого только тот, что нужно менять не средства, а самого человека. То есть, вот как ваё вопрос у Павла, он говорил, что всё испытываете, но хорошо удержитесь. Вот. Что нам нужно вырабатывать, как-то так называемый технологический иммунитет. То есть, как мы будем к этому относиться. И что никакие, на мой взгляд, внешние построения не могут повлиять на это. Что касается вот нашей страны, то вот проблемы, которые нам у нас угрожают, на мой взгляд, решение этой проблемы – это возрождение традиций. Традиции православных, традиции мусульманских и так далее. Что было у нас было революции. Ещё по поводу Европы тоже хотел сказать, что ещё в своё время патриарх Аркесии обращался к Европе и предостерегал, он говорил таких слабак, что Европа возродите со своими традициями. То есть, он указывал им, что если они будут, то у них будут большие проблемы. И последнее я хотел бы сказать, что наша задача всех, кто здесь присутствует и вообще, что нам нужно возрождать через каждого из нас вот эту традицию православную. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Почему? Потому что православный человек, я, по-моему, говорил, может быть, нет. Нам же что сказано? Будьте хитрые, мудрые, акизмии. Но краткие или простые, как голуби. Это совершенно верно, да? Но, раньше говорили так. Я, кстати, про ботвинника немножко задумывал. Значит, это что значит? Вот раньше говорили так, играть с русскими в шахматами, европейцы говорили, это утопия. Понимаете? Это что значит? Лучший в мире учёный должен быть православный человек. А почему? А потому что у православного человека вот эта часть, вот эта часть, да? Ведь что? Вот смотрите. Это ведь не... Вы знаете? Вот, может быть, вы не читали. Вы почитайте книги Ричарда Докинса. Может, кто-то сталкивался с этими книгами, нет? Он атеист, он читает лекции. Понимаете? И когда вы будете сталкиваться с конкретными атеистами, они будут апеллировать к Докинсу. Это учёный, нормальный такой, обычный, там, биолог, по-моему, физик. Вот. Так вот. И Ричард Докинс говорит, никакая религия не нужна для формирования нравственности и морали. И он берёт и начинает лекцию читать, доказывая, что наука техническая сама может сформировать нравственность и мораль. Ему... Есть такая конференция, ТЭД, знаете, да, там, в Америке, очень популярное там выступление. Ему все аплодируют. Это у них сейчас, как называется, тренд целый. Я совершенно с вами согласен. Почему? Потому что, как вам сказать, что мы, знаете, вот можно так сказать, есть такой термин, спецназ Всевышнего. Понимаете? Вот. Соль земли. Ну, соль земли. Иначе вот современный... Мы спецназ вот этот вот, да? Вот мы должны обладать вот этими вот технологиями. Но я, в принципе, вы, может быть, опять же, я вина мая, может, я не так правильно объяснил. Я ещё раз говорю, что мы должны одновременно найти ошибку в себе, да, и что-то сказать миру. Почему? Потому что мы сейчас не можем выключиться из общемирового процесса. Вот найти ошибку в себе, а, вот здесь вот была ошибка, да? Нет, нет, нет. Вот правильно. Давайте обращаться к традиции и так далее. Но учитывая то, что если мы будем кичиться, выносить свое православие, мусульмане нас не поймут, да? А всему миру мы что должны сказать? Вот то, что я говорил. А мы всему миру скажем, слушайте, понимаете, эти технологии-то хорошо. Пусть они развиваются, но они не должны губить природу человека. Так ведь? Да. Спасибо. Алексей Васильевич, я думаю, что мы ещё будем иметь возможность пообщаться с Алексеем Васильевичем. Чуть больше, хорошо? А что я хочу сказать? Вы знаете, у апостола Павла есть такие слова, он призывает христиан быть простыми на зло, но мудрыми на добро. Да. То есть мы должны чётко понимать то, что нас разрушает, мы это отказываемся без особых размышлений, а вот дальше куда направлять? На это надо быть изобретательным. Я думаю, что для начала нашего курса ваша лекция была очень правильная и очень корректная, потому что вы дали очень сильный импульс для нашего курса. Я вот мокрый уже. Нам потребуется определённое время для того, чтобы осуществить какие-то свои взгляды, может быть, в чём-то с вами не согласны, может, какие-то взгляды, продолжающие ваши размышления формализовать и, может быть, даже представить вам в виде неких вопросов, размышлений, предложений для нашего дальнейшего разговора. Я не сомневаюсь, что мы ещё с вами обязательно встретимся и мы ещё к этому подготовимся. А я тоже подготовился. И что я хочу ещё сказать, друзья мои, следующая наша встреча здесь, в этом же помещении, будет 20-го числа, 20-го декабря, это будет у нас воскресенье, тоже в 16 часов. Мы продолжим серию нашей встреч по курсу «Основы христианской любви», «Искусство христианской любви». В прошлый раз мы говорили с вами о шизофрении, в этот раз, я не помню, а какой будет, по-моему, там уже будет переход в большую психиатрию, да, в большую психиатрию. Я бы… Я бы… Я бы… Я бы… Я бы… Я бы… И, пожалуйста, участвую, это как раз-таки практический ответ на те вопросы, которые сегодня Алексей Васильевич рассказал. Да. Это уже не теория, это практика. Кстати, насчет психиатрии. Снимите, пожалуйста, кто снимал изображение доски, покажите потом психиатру. Мне просто интересно. Может, какой-то диагноз будет. Благодарим. Помощь вам уже. Вопрос уже все, да? Да, ну, еще один вопрос. Последний, давайте. А я все, на последний, хотел сказать, хотелось бы сделать такой вопрос. На ваш взгляд, как в условиях развития технического и информационного конфидировать народ церкви? Еще раз. Как конфидировать церкви народ в условиях технического и информационного развития? А, развещать? Да. Вы имеете в виду? Да. С помощью этих технологий. Можно дополнить? Да, да, да. Ну, лучше. В свете вашей следующей лекции со своими впечатлениями, что подраздействие вот в современном мире подраздействием этого всего информационного поля, то есть детства, сладенчества, супруга гаджи, человеку это постоянная подобная информация. И человек, ну, не то, что полностью теряет, но вот чувство его свободной воли. То есть его свободная воля как бы, ну, притупляется. Он становится, становится, ну, неспособным. принимать какие-то волевые решения, и в том числе это проблема православных. То есть, и как с этим? Абсолютно правильно. То, что вот вы сейчас меня заставляете, я сейчас ведь опять начну. Понимаете, вот проблема воли, проблема концентрации воли, да, это основная проблема. Такая проблема, это основная проблема. Вы поймите, что... Как он сказал? Как он сказал? Возьмите слово. Проблема в сходничьем времени это инфантилизм. Инфантилизм? Нет, это, смотрите, это инфантилизм с одной стороны и демонизация с другой стороны. Берутся, что-то, наоборот, излишне упрощают, а вы можете излишне демонизировать. Мне кажется, что сейчас, вот ответ, если на ваш вопрос давать, проблема заключается даже в недоставке информации. Недоставке информации. А проблема заключается в том, чтобы народу дать возможность с помощью вот этих технологий, а это глупо от них отрицать, да, что они дают нам возможность доставке информации, да? Но надо сформировать такой класс, который бы опять, вот, первое, сформировал чувство исторического оптимизма. Раз. Второе, сформировал чувство мечты. Два. Третье, сформировал чувство, вот, надежды. И вот здесь вот начнёт вера. А может быть веру ещё лучше, понимаете, да? Вот как-то так вот идти. Тут просто формы. Мне кажется, что сейчас, вот в форме академических лекций, знаете, вот, за лекцией тут сколько там лекций? Огромное количество. Ничего не получится. Надо искать какие-то другие формы. Вот, я не знаю, я никогда не думал, что мои лекции там посмотрят 200 тысяч. Я с ужасом наблюдаю за этим всем, за этими комментариями, да? Потому что некоторые лекции смотришь, я люблю лекции, я их много смотрю. Я смотрю, господи, умнейшая лекция посмотрела за три года 200 человек. Понимаете? А я вдруг почувствовал, я разные педагогические эксперименты проводил, ну, со своими там, и так далее, и так далее. Я вдруг почувствовал, что академическая лекция сейчас, она не работает. Вот когда вы выходите на улицу, и просвещение, да? Вот я вот встал, вот я один, и вот начинаешь вот что-то говорить, вот академически вот так, вот так, перелистывая, да? Одно, другое, третье, изредка выходя в доске, или вот эти слайды, это не работает сейчас. Надо искать какие-то другие формы, и нам как раз в помощь могут быть вот эти технологии. Я чего еще не сказал, вот эта проблема все ведет, первое, выход, это управление волей, вот эти вот процессы, да? Вот формирование воли, а второе, еще такой достаточно страшный момент, то с чего можно Запад пойти? Запад это гности, гностики, 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 гностики практики. Это сейчас вот настолько очевидно видно, понимаете, мы сейчас сталкиваемся с гностицизмом, чистым видом. Я просто мог бы какие-то аркутные вещи плюсти, но вот, ну, я не хочу, ты в мой мозг. Но это страшные вещи, потому что, вот, например, я маленькую мамочку упал, хотя, может, надо так отпустить, и что-то как-то надо делать. Вае понимаем, что, смотрите, вот задаем вопрос, а зачем вы вот это кончатурство, зачем вы хотите построить андрогинное человечество? Они серьезно говорят о построении андрогинного человечества. Что такое андрогин? Это первопродель. А вы такие, что такое андрогин, да? Это первопродель. Ну, это да. А зачем? Они говорят, а вот лучше вас, чем вы, христиане, ехали. Олег, первоначально отдал Бог? Без поводу. Как в Нарвегии власти построили. А, да? А в Нарвегии, это называется, это называется, есть такой экономист Хазин, я удивился, у него статья «Социальный сатанизм». А в социальной системе Нарвегии, где они проектируют паблики по воспитанию, и у них это идет целый проект. Теперь, когда вы мне говорите, что нет никакого коллективного сатана, послушайте, ну, я как-то так не согласен со всем. Потому что у них, наблюдая этот признак, плана власти вот этого всего, фактически у них технология разрушения человека как личности. Это раз. Слушайте, у меня замечательная идея появилась. А почему? Дискуссию между вами и не формализовать в виде определенного текста, в виде каких-то дизисов. Потому что это, на самом деле, это как раз и позволяет вывести новую академичность. То есть, когда за каждое слово мы убираем сразу эмоциональную составляющую и неизбежную, естественно, вовлеченность аудитории в состояние того, кто говорит, мы оставляем действительно некий сухой остаток, с которым можно уже работать в пространстве медицинской науки. Мне кажется, это будет очень правильный, хороший диалог и продуктивный. Потому что, естественно, каждый подключивает ту точку зрения, ту точку зрения, которую он выстрадал. Это все небезразличные вещи. Небезразличные вещи. Так что, приглашаем вас к активному участию. Да, я согласен. Просто, у меня сейчас докторская моя там писать. Вы все-таки откройте, да, какая у вас была тема вашей кандидатской. Тема диссертации была, не буду называть конкретно, но так, это насильственные преступления, совершаемые поклонниками, или нет, совершаемые в сектах, исповедующих культ зла. Первое слово. Насильственные. Насильственные преступления. То есть, короче, в ритуальных убийствах, да? Ну, в общем, да. Поэтому, я, как бы, вот эту тему, которую я сказал, я и вам ее еще рассказал, в принципе, мягко. Потому что, в ней усматривается, понимаете, вот эту линию можно вести от, буквально, разрушения Византии, потому что проект, как таковой, западный, можно вести от разрушения Византии, формирования черно-венецианской аристократии, формирования ост-индийской, там, как черно-венецианской аристократии, как она переехала уже в Великобританию, там, послушайте, есть целые, вот, я просто, вот, есть целые такие точки, которые, они соединяются. Потом, ост-индийская кампания, потом это, 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 это. К сожалению, есть огромное количество вопросов. У меня личное такое впечатление, что есть некоторые такие силы, есть некоторые такие силы, которые, ну, я это выражу словами Блаватской. Блаватскую как-то спросили, а зачем вы создали теософию? Она сказала, единственная цель теософии, это смести христианство, с лица земли. Вот и все. Но, Господь сказал, да, ничего у него не получится. Да, ничего не получится. Благодарю.